Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу, это подкаст, с вами Максим Голополосов, Кирилл Степанов. Это вторая часть подкаста с Евгением Бэткомедианом, и, в общем, приятного вам просмотра, и мы напоминаем, что спонсор этого эпизода подкаст — Авиасейлс, поисковик дешёвых авиабилетов. Погнали! Погнали! Максим Голополосов Кирилл Степанов Подкаст А чё ты серики зыришь, какие? С сериалами плохо всё, потому что они очень много времени отнимают, стараюсь не смотреть. Вот у меня, у меня вот примерно так сейчас, раньше я прям много сериалов смотрел, часто было время, сейчас, у меня сейчас так и с видеоиграми, у меня всё, знаешь, такими временами, я в какой-то момент такой, о, я чё-то начал смотреть, и сижу, прям начинаю засматривать, прям в слюни засматриваю, прям, знаешь, чуть ли не марафон на себе устраивал просмотры, засиживаюсь до утра, бывает такое, а потом какое-то время вообще ничего не смотрел. У меня вот Настя, моя девушка, она любит, чтобы что-то было по телеку, по телеку ушло, ну, так, для фончика, когда там между делом. Мы какой-нибудь включаем сериал такой, который можно как бы так периодически посматривать, либо то, что мы уже видели, мы вот тут как раз под Новый год пересмотрели друзей, там, я не знаю, в какой раз. И, блин, есть какая-то магия в друзьях в этом сериале, я знаю всё вообще, что там происходит, я, по-моему, раза четыре всё пересматривал, и каждый раз, когда ты смотришь друзей, тебе кажется, ну, может быть, как будто бы, знаешь, какая-то внутри сидит такая мысль, что, ну, может быть, сейчас всё-таки будет по-другому что-то, знаешь, когда, я не знаю, как это объяснить, знаешь, каждый раз, когда начинает зима, думаешь, блин, может, в этом году не будет зимы. Нет, я зиму люблю. Я вообще что-то прям, я холода прям для меня сложная, я люблю, я просто, знаешь, я такой уличный пацан, но с точки зрения того, что мне просто нравится гулять очень. Ну, гулять, я просто с собаками постоянно гуляю, вот в 20, в 30 сейчас были морозы, но одеваешься, маску надеваешь эту лыжную и идёшь гулять. Ну, как-то прикольно гулять, когда ты такой на легке, на расслабоне. Ну, безусловно. И когда ты, ну, можешь на улице, я помню, вот, как-то у нас тут пару лет назад, мы просто, я, у меня, знаешь, в семье всегда всё было окей, знаешь, просто некоторые на улице тусуются и постоянно из дома там уходишь, лишь бы дома не быть, потому что дома какая-то напряжённая обстановка там. У меня как бы всегда всё было хорошо, у меня, ну, типа, всё хорошо в семье, и отношения между родителями всегда хорошие были, то есть мне всегда домой было приятно возвращаться, но у меня вот именно всегда тянуло на улицу, и сейчас я вот понимаю, что зимой, короче, мне вот этого не хватает. Зимой тяжелее гулять. Да, и просто я и зимой как бы гулял, вот, а сейчас вот когда вот там вот тут было недавно плюс 5, я помню такой, вау, я выхожу на улицу, и я сразу же звоню всем пацанам, я такой, ничего, погуляем, 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 просто, просто походи погулять. У меня бывало такое, что там пару лет назад мы, помню, пошли гулять просто здесь на районе, я вышел в 3 часа дня из дома, и в 3 часа ночи только вернулся. Блин, ну это круто. Я не знаю, у меня внутренний ребёнок, понял, радуется, я привык, и поэтому мне... Не, ну это в целом прикольно. Зимой просто, в детстве зима была ещё, знаешь, какая, типа, зимой ты ещё на горке катаешься, там, ну, у тебя, ты не мёрзнешь зимой на улице в детстве, потому что у тебя очень подвижные прогулки происходят, то есть ты как бы двигаешься, сейчас я там с горки не особо не пойду кататься. Не, ну тепло одевайся просто, шапку надел, вообще. Штаны баллоневые. Вот Кирилл не даст соврать, там, вот, у меня, короче, вот зимняя куртка, которая там рассчитана вроде на минус 20, и вот когда стало плюс 2, я выхожу в этой куртке, такой, во, вот в этой куртке вот сейчас мне... Я не знаю, что с ней, почему так? Вот сейчас мне комфортно так, типа, прям, вот мне хорошо сейчас. Не, ну термобельё можно. И термобельё я надеваю, и зимние штаны. Он одевается, типа, в плюс 5, так, как я одеваюсь в минус 20, правда, знаешь, типа, очень тёплая кофта. Ну у тебя просто физически, видимо, так. Знаешь, мне, типа, не то, что я прям сильно-сильно мёрзну, но я прям вот ощущение холода на меня... Ну нет, так не должно быть. То есть я даже вот недавно гулял с собаками, там, в минус сколько-то было, у меня заморозилась маска даже, но в целом я нигде холод не испытываю. То есть я так тепло одеваюсь, и плохо испытывать холод, это неприятно. Вот, да, по ногам всё равно ноги, ну именно, знаешь, ляжки, короче. Там даже если у тебя, у меня прям флисовые штаны, под ними у меня... Мёрзкий ты очень. Да, мёрзкий? Не мерзкий, а мёрзкий. Мёрзкий, мёрзкий. И, может быть, иногда мерзкий, почему бы и нет. Так, сериал «Друзья». Да. В Твиттере уже, наверное, полгода идёт эта тема про то, что молодое поколение не врубается. Если они не смотрели «Друзья», они говорят, это вообще не смешно, я не понял ни одного гага, я себя пересиливал, смотрел, типа, несколько сезонов, я вообще не врубаюсь. Может быть, он тебе так нравится из-за того, что ты его тогда смотрел, ностальгии? Слушай, я его в детстве очень мало смотрел, я его в детстве смотрел урывками, я прям полноценно, осознанно посмотрел сериал «Друзья», мне было, наверное, лет 18-20, я просто такой, был же такой сериал, надо его посмотреть. Но он просто понял, он тебя не грузит вообще никак, то есть, ну при этом, блин, там, вот, я каждый раз, когда смотрю, там... Не, ну как, там мысли... Да, есть «Грузилова», но оно не такое, что оно не злое «Грузилова», оно такое лиричное «Грузилова», знаешь? Ну, как и в «Клинике». Да, то есть, ты включаешь, и ты... И вот там вот эти моменты, вот эти отношения... Во-первых, очень-очень люблю... Я прямо этих персонажей люблю так, как будто это настоящие живые люди, которые были в моей жизни, знаешь? И отношения Рэйчела, Росса, и то, что вот когда они там, то сходятся, и когда у них там что-то такое... Ну вот сейчас они вот... И что-то... А он, типа, приезжает с этой девочкой из Китая, знаешь? И когда они там ссорятся, и вот там есть две или три серии, и вот каждый раз, вот сколько бы я ни пересмотрел, у меня всегда там слеза наворачивается, прям не могу... У меня с друзьями хуже дела обстоят, потому что я не очень люблю закадровый смех. Я прям так... Я согласен, закадровый смех... Вот я поэтому клинику пересматриваю, а друзья нет, потому что вот в клинике вот этого закадрового смеха нет, мне не показывают, где смеяться, и я это воспринимаю все-таки как реальную жизнь. Там я понимаю, что это все-таки шоу. Вот в этом проблема. У тебя с годами не поменялось отношение к Джей Ди? Типа ты не начал на него, допустим, как на другую письмо рассмотреть. Я такой просто тоже видел. Тему на Reddit был огромный трет, мне залип года на три. Чувак говорил... Вот я когда там был подростком, смотрел первый раз, типа, Scrubs, я думал, что Джей Ди это я, видел в нем себя. Ну, как обычно, да, вот эта история там, так что с Фраймой, с Футурамой, с кем угодно. А потом... А потом я понял, что я Тодд. Ну, типа того... А Тед? Тед, а не Тодд? Тодд, который... А, Тодд, а, я Тодд... Я про себя подумал, типа, я Тед, я Тед... А-а-а-а... Опять фильм, а-а-а-а... Где мой пистолет? Что пишут, что, типа, начал думать, что Джей Ди, типа, самовлюбленный чувак, и что не такой он и классный персонаж. Ну, вот так вот. Нет, как персонаж-то он... Ну, то есть, я не воспринимал, я никогда не ассоциировал его с собой. То есть, так и с Фрайм, к слову. Я не... Ну, то есть, это... Это просто персонаж. Мне он нравится, не нравится. В некоторых поступках, когда особенно у них был конфликт... Ну, это как... Получилось какое-то искусственное продолжение. По-моему, шестой сезон, или когда... Когда он на отдых он уехал, вот это тоже жить. Когда он должен был... Они сошлись вновь с Эллиот. И в какой-то момент такой, все, я понял, я ее не люблю. Ты все делал, типа, все. И ты... Вот, то есть, вот за такие вещи мне он не нравится. Но, опять же, это персонаж, он, как бы, подтверждает, потом это развивается, что все, что он получает, он не хочет. То есть, это все еще работает. Мне не нравится этот поступок, но он развивается, и это работает. Вот, поэтому я не стал какой-то ненависть. Да, мне больше начинает нравиться... Доктор Кокс? Тед? Тед? Нет, ну, Тед, кстати, безусловно, наверное, один из самых любимых персонажей. Типа... У тебя? Да, я очень люблю Теда. Мне очень нравится Доктор Кокс, я прям... Нет, это... Ну, типа, это персонаж, который... Он очень яркий, потому что... Крутой мужик, который там всех унижает, суровый. А Тед, он как персонаж, ну, уникален. Ну, то есть... То есть, вот это я очень люблю. С другой стороны, я всех люблю. Я даже... Ну, да. Таких, знаешь, второстепенных каких-то... Третьестепенных. Да, 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 там все клевые. Я очень люблю Клинику. Но, да, в какой-то момент не только Джей Ди нравится, а начинает нравиться, там, ты уже шире смотришь, уборщик. Уборщик вообще круто. Своим ключом, ножом ты такой, мою уважение. А еще, кроме Клиники, вот такие сериалы. По-любому, то есть... Вот такой силы, наверное... Отечественные, опять же, Острожный модерн, 33 квадратных метра. А в остальном такой силы, наверное, нет. То есть, Острожный модерн, безусловно, пантеон сериалов. Это Острожный модерн, 33 квадратных метра, Клиника. Но вот такой силы, как эти сериалы, нет. А Городок тебе вкатывал? Ну, это, правда, не сериал. Он вкатывал, но я не готов его пересматривать. Ну, то есть, вот когда он попадался в телевизоре, да, клево. Я Острожный модерн, я видел его только в детстве. На СТС, да, он шел, по-моему? Ну, да. Да, вот. Я, ну, не знаю, может быть, сейчас я... Не знаю, вот не знаю. Я просто тогда вообще, типа, чё? Ну, типа, ещё у них вот этот, типа, дроп-фпс, то, что у них, типа, я не знаю, зачем это было сделано. Стилизация такая. Нет, мне кажется, у них возможности не было. Типа, это просто бюджетные какие-то истории. Первый, Острожный модерн, у него дроп-фпс нет. У него первый нормальный. А второй, он какой-то странный в этом плане, да. Но, тем не менее, Острожный модерн, я не знаю, он сейчас вкатит, если смотреть. Вот 33 квадратных метра мне прям залетало конкретно. 33 тоже очень классно. А всё, что вообще было на ОСП-студии, ну, до... Да, то ОСП клёвые. Ну, я не пересматриваю ОСП, кроме отдельных каких-то, но 33 квадратных метра я готов пересматриваться. А маски-шоу тебе нравились? Маски-шоу я уже больше их сейчас вкурил, нежели тогда. А я, прикинь, у меня в детстве вообще, это, наверное, одно из самых любимых шоу было. Причём я потом опять же уже в более сознательном возрасте пересматривал, и я как бы такой, а, тут ещё и вот такое есть. Да, да, да. Ну, это же визуальная комедия максимально. Вот сейчас стало понятно, что... Я в детстве любил, например, этот журнал, не Яралаш, а Каламбур. Каламбур. Сейчас я к Каламбуру хуже отношусь, чем в детстве. Да. Но вот как раз к маскам гораздо лучше, потому что я понимаю, что, во-первых, создать визуальный юмор, ну, просто вот то, что они вытворяли, там, раскрывая темы, ну, это... Это очень тяжело, просто тяжело придумать. И к ним прям уважение. У них реально там такие гениальные вещи, знаешь, типа на уровне фильмов Лесли Нильсона, если мы говорим про визуальную какую-то составу. Я вот обожал, вот мне всегда нравилась какая-то абсурдная часть юмора. Когда вот это был, типа, шквал пародий всех с Лесли Нильсоном. Да, в Лесли Нильсоне. Не-не, вот шквал не очень хороший, а голый пистолет. Голый пистолет, это там, я не помню, вот в этом фильме был момент, когда... А, нет, это был шестой элемент, что ли. Ну, момент напомни, я скажу, что... Когда он приезжает, такой, там, то ли преступление произошло, и они такие идут, такие, знаешь, типа, серьезные, ему там что-то... Его брифуют, рассказывают, что произошло, они идут по краям син... Подходят, ударяют, и человек стрелять начинает? Ударяют, и человек стрелять начинает, они идут... Это голый пистолет, по-моему, второй. Они идут, там, дальше, короче, типа, эти сватовцы играют в пинг-понг, знаешь... Это второй, это второй. Один там бургер, не бургер, а пончик есть, он такой, ну как, вы нормально? Бьют, он, а-а-а-а, и стрелять начинает. Это второй, по-моему, голый пистолет. Вот, это просто гениально. И этот, без вины виноватый, осужденный, там еще разные переводы были. Мне вот очень гэк с поездом понравился. Классно, он убегает, убегает, убегает. И когда он выглядывает из-за камня, и такой поезд из-за камня, я просто порвался на нем. Нет, он выглянул и бибикнул. Мой любимый был заряженное оружие. Заряженное оружие тоже отлично. Но голый пистолет все-таки самый, во-первых, там Лесли Нильсон, во-вторых, я недавно монтировал опять обзор и вставлял, как обычно, все-все моменты, где я не знаю, что вставить. Я нахожу эти моменты в голом пистолете визуально, что я хочу. Потому что Лесли Нильсон отыгрывает, потому что что-то происходит. Я не видел, я миллион раз смотрел голый пистолет. Мне он очень нравится тем, что я постоянно что-то новое нахожу. И тут я монтировал, я его не смотрел, я монтировал вставку для обзора. И я увидел, что в момент, когда там девушка к нему приходит и спрашивает, есть что в холодильнике? Он такой, нет, у меня, типа, последнее, что осталось, типа, сыр протух. Ставят его на холодильник. Я заметил, он просто там в этом моменте корчится. Я думал, вставить этот момент, где он корчится, типа, удивляется ли что-то. На заднем моменте этот сыр, который протух, он двигается, он, типа, жил. То есть я только сейчас это заметил. А это такая деталь, то есть фокус на Лесли Нильсона, он отыгрывает, он крупным планом. И просто маленькая деталь. Сыр по холодильнику передвигается. И ты такой, тут еще шутка в том, что он протух, и на нем вот жизнь появилась. Типа, классно. Очень люблю голубь. Я еще вспомнил гэг из маски шоу, короче, пока мы в этой области находимся. Там была серия то ли в милиции, или что-то такое, или ограбление было. Короче, там точно было с ментами связано, и там были бандиты. И там какой-то такой фойе, и заходят чуваки, типа, такие бандиты, и там на стене написано, разыскиваются. И там их фотки. Вот. Это такой, блин, черт, типа, они такие убегают, нужно как-то перевоплотиться. Возвращаются, типа, обратно возвращаются, смотрят. А там, короче, типа, пацан, одному из них усы нарисовал, приходит тоже с усами, с такими же. Опять же, гениально, если так подумать, поставлено визуально гэг, и тем, что обман на ожидании. Да, да, да. То есть идея в том, что они выйдут, скроются, но там совпадение, что он нарисовал. Клево. Не, маски шоу очень крутая штука. Такого, конечно, очень много. Вот мы сейчас говорили про заряженное оружие. Когда они приходят в полицейский участок, и там сидит этот портрет, ну, как он, фоторобот, помнишь, составляют? Типа, вот там, или из пластилина он даже вылепил. Я уже не помню, такой чувак, ну, типа, очень карикатурный, как в этом, Neverhood в игре. И потом они, когда уже прошла эта сцена, прошло минут 15 хрона, они выходят с полицейского участка, и там на фоне сзади этого чувака вот с таким же лицом. Да, да, да. Вязут и везут к участку. Странным о чем. Да, да, слепленным вот таким вот, да. Мне нравится, что вот подобные шутки, это такое клише, что составляет фоторобот, в том же голом пистолете, который вышел примерно, ну, не примерно в тех же годах, но это одного диапазона для нас, зрителей, в общем-то. Да, да, да. И получается, это одна шутка, одно клише разбирают по-разному, потому что в голом пистолете есть клише с фотороботом, когда то ли какое-то извращенец, то ли что его рисует, ему описывают там надбровные дуги, еще что-то, еще что-то, поворачивают камеру, там какие-то БДСМ какие-то хрена, ангелы какие-то. Лесли Нильсон берет такой, так, нам нужен другой человек на эту работу. То есть, вот классно, классно. Тогда пародии умели делать и фильмы интересные. Но потом пошла волна вот этих вот пародий, типа... Очень страшное кино. Очень страшное кино. Ну, как, вот... Очень мне еще нравится первый, второй уже... Прямо бесит? Нет, меня не бесит, там есть очень много вот этого позднего, очень страшного кино, которое... То есть, опять же, 10 минут там на толкане сидеть, вот это все. То есть, есть там такие... Есть гениальные абсолютно там персонажи шутки, но очень много уже там, как призрак, тарабанит одну из девушек. Типа, в детстве ты смотришь, хотя ты не должен это в детстве смотреть, а смешно. А сейчас смотришь, ты такой, ну, типа, да, он ее просто тарабанит. А второй-то где в доме, да, если происходит? Да, да, да. Я вот до сих пор помню два гэга оттуда. Один, когда в самом начале она едет в машине, подпевает, и потом певица на радио говорит, заткнись. Да заткнись ты уже. И когда она приезжает уже туда, и там, типа, такой человечек, и у него железные яйца, она берет и говорит, дву-дву-дву. Да, 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 там есть интересные моменты, но в целом вот вторая часть... В детстве мне нравилась, наверное, даже больше. У тебя что, опускается? Я боюсь, да, она... Так, но она опустится сейчас все равно. А можно вот, давай мы вот так сделаем. Мне просто надо подвинуть. Нет, но тогда я выйду из кадра красиво. Да нет, нормально, нормально, все. Окей. Вот. Очень страшное кино. Второе вот в детстве мне, наверное, больше нравилось. Сейчас я понимаю, что там очень много как раз такого юмора, который сейчас мне, например, не нравится. Третий фильм мне нравится, например, больше второго. А что в третьем было? Третий фильм, туда Цукер пришел, это который голый пистолет. И там очень много навеяно... Там звонок пародировали. А, точно. Там очень много навеяно голым пистолетом. И знаки, да, там еще вот эти круги на полях. Да, да, да. Или знаки... Да, 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 третье. Это когда там потом он говорит, у нас есть что-то с вами, что-то общее. И у него тоже... Опять же, Леса Нильсона появился, это то, что братья Цукеры пришли. По-моему, братья они. И там это пародия вот такого еще, все еще классического стиля, как голый пистолет. При этом она выстебывает не просто жанр, а фильмы. Мне нравится все еще третий. Четвертый уже куда хуже. Это там, где место убитого из земля, пародия. Или на Марс. Не, не Марс, а такой. А что там было? Я не помню вообще. Сейчас вопрос. Вот эти-то была пародия на фильм, когда, типа, прилетели инопланетяне с такими, типа, длинными ногами, как щупальцы, и ходили. Там еще айпод у них был. Да, да. Вот, четвертый уже куда хуже, а пятый это вообще просто лютое. То есть из четвертого можно повыдергивать, там есть гэги смешные, повыдергивать. А из пятого, то есть я посмотрел, помню, в кинотеатре на пресс-показе и такой. И при этом там все еще значились, по-моему, фамилии Цукеров. А какое у тебя отношение вот к чудакам? Цукеров или Абрах... Давай, я посмотрю. Да. Ты так сейчас спрашиваешь, как будто, знаешь, сейчас этот, наш режиссер в уши тебе ответит. Нет, я вспомнил, что там еще были братья, я могу перепутать. Нет, по-моему, это... Ничего себе, очень страшно, что кино-3 на кино-польске 6,2. Нет, почему это комедийный жанр, они невысок... люди невысоком мнения. Так, Дэвид Цукер, да? Фух, слабо. О, Господи, да. А Абрахамс, они что? Или Абрахамс и Цукер? Нет, просто-просто. Значит, голый пистолет Абрахамс и Цукер. Я стал забывать имена великих людей, которые делали пародии, на которых я вырос. Да-да-да, голый пистолет там Абрахамс. Сейчас посмотрю, а в каком? 33, 1, 3 или вообще? Любой, любой, любой. Там они вдвоем были. Вот тоже, уже даже в одном названии прикол есть. Да, классно. Да, все правильно. Джим Абрахамс, Джерри Цукер и Дэвид Цукер. Еле-еле вывез просто звание киноблогера. Твоя реальность не покачнула. Жестко сейчас было. Почти покачнулась. А про Чудаков как ты вообще думаешь? Обожаю. Обожаю, да? Обожаю, и причем, ну... Ну вот, допустим, я сейчас отбрасываю шоу, которое было на MTV, потому что я его все не видел, я там не могу... И шоу, которое на MTV я в детстве смотрел. Я его так частично видел, но я помню, когда мне показали полнометражку первую, как раз она там была на диске, значит, записали болванку, нарезали, просто это, как его... Первая часть, CD-диск, еще с озвучкой одноголосый, я вот тоже смотрел нарезанное на болванки. Видео-CD. Да, да, да. Она была не особо объединена каким-то, в общем, сюжетом, она, по-моему, просто была нарезка гэгов, да? Сюжета там, по-моему, вообще не было, да. В первой части она начинается с того... Там и то в Японию поехали, то еще что, там просто скетчи. По-моему, первое, что было, да, они тачку взяли в рентале и потом поехали на бои и на машинах, да, в первой части? В первой части начинается, они едут на... А не в туалет он приходит, а в магазин туалетов? Это уже под конец, по-моему. Не в со-начале первой части было, когда они приходят в магазин туалетов, а он... Это может быть, ну, это точно в первой части, но... И Патти Бой был в первой части, да, где он танцевал? Да, да, да. Мне нравятся «Чудаки», но, опять же, вот «Чудаки» — это не как мне кажется. Это не художественное кино. Да, это не комедия, это вот ближе к «Борату», хотя «Борат» тоже смесь такая. И вот момент с туалетом. То есть... С каким? Шок людей, когда, во-первых, сам скетч, то есть я никогда, ну, то есть я никогда не задумывался. У меня в голове даже такой идей не было. То есть есть туалет, то есть вы приходите в магазин покупать туалет для дома. Да, мы в туалет ходим все. Но идея навалить в туалете в этом магазине, ну, то есть и там эмоции людей, которые... Это безумно неловко смотреть, но я все время просто... Я умирал от вот таких скетчей, и мне нравится там... То есть когда они... Хотя я не помню, это в полнометражном были, когда он, типа, с женщиной драться вышел. Мне кажется, это в серии... Что именно? Просто драка с женщиной? Нет, это, по-моему, в фильме. Она там чемпионка по тайскому боксу или что, и мне нравится... А, да, да, да. Сам все сюжетное, грубо говоря, арка, типа, а, женщина ни на что не способна. Че, чмошница, давай подеремся. И она просто ног срела, по-моему, как раз отделывает страшно. Вот, ну, то есть... Я чудаков... Ну, то есть в случае с чудаками, типа, вот эти какие-то моральные ориентиры не качаются. Ну, опять же, есть... Потому что, типа, это не художественное кино. Во-первых, он не учит. Хотя нет, они даже... Даже чудаки учат. Они пишут, ребята, не делайте это. Мы отмороз... То есть даже в этом плане, хотя они не обязаны, это не фильм, где персонажи, мы должны им там сопереживать или что-то, не который там... Пример поведения. Нет. Даже они в этом плане гораздо моральнее, лучше персонажей фильма Каха. А Эрик Андре тебе нравится? Шоу Эрик Андре, да. Ну, это я просто провел линию чудаками, что-то по-постому. Но неловко, вот как бы... Я понимаю, что это все везде постаново, но иногда так, типа... Неловко, да. Жутко. Вот, знаешь, сейчас очень популярно в последние пару лет стало слово кринж, да? И многие люди его даже не до конца правильно используют. И не до конца, знаешь, типа, кринж, это когда у тебя, блядь, ну, у тебя кривит лицо от состояния вот этого... Неловкости вот этого. Да, 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 состояние вот этого, типа, около испанского стыда. И из подобного, можно сказать, забыл. Есть шоу, где... Нейтан, Нейтан Фо Ю. Что-то знакомое. Нейтан, посмотрите обязательно Нейтан Фо Ю отлично, пока он не стал популярным, как с Боратом, когда его начали узнавать, уже тяжелее. А, это типа какой-то реалити-смеси. Да, доку-реалити. Он приходит в определенное заведение и предлагает свою идею по развитию. Иногда идеи классные, то есть реально крутые, а иногда очень странные. И одна из самых удивительных идей у него была... С Старбаксом? Нет, Старбакс это гениально. А тут удивительно в контексте... Что? Старбакс гениально, он везде, по-моему, в новостные попал. Да, 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 да. Все, вот я отсюда его знаю. Была идея, когда какой-то фургончик с мороженым загибался, он пришел, идею такую предложил. Ребята, давайте разработаем... Ну, опять же, примеры в контексте КАХи идут. Мороженое со вкусом говна и будем на это... Это будет использоваться как промо. И логикой я понимаю, что, наверное, на это... Ну, то есть, со вкусом... Что? Что это за место? То есть люди туда пойдут. И мне нравится дальше. Подводка, окей. Ну, типа, они назовут какое-нибудь мороженое со вкусом говна, а на деле там будет шоколад. Шоколадный. Это приманит как маркетинг, это как минимум необычный ход. Это скандальная, грубо говоря, история. То есть оно, по крайней мере, привлечет внимание. Типа, ребят, вы слышали, там продают мороженое с говном. Но он перешел через все рамки. Он потратил часть бюджета этой организации на разработку вкуса говна. И тут ты такой, вот это серьезно сейчас. И он на полном серьезе, там люди сидят такие, мы же не будем пробовать говно. Мы же... Мы объективно не будем. Давайте примерно предположим, там, то-то-то-то-то. И разработаем... Они разработали вкус говна. Естественно, он невкусный. И они начали это мороженое продавать. Естественно, нахер никого. Туда люди шли, чтобы узнать, что это за мороженое со вкусом говна. Все такие, что это? И причем мне нравится, там идея кто-то брал. Дайте, пожалуйста, шоколадное, ванильное и со вкусом говна. И человек стоит... Три шарика, да? Три шарика, он ест... Вот такие вещи. И там всегда странные решения. И этим шоу очень интересно, потому что там необычные решения он принимает. То есть это, безусловно, нестандартное решение. Я вот сейчас, когда Вики открыл, увидел его лицо, и я вспомнил, что про Starbucks был вот этот кейс. Про Starbucks вообще. Это суперкруто, да? Когда он сделал типа Starbucks, как он назывался? Как он назывался? Не помнишь? Ну, что-то вроде типа типа Starbucks. Да, то есть он просто сделал рядом со Starbucks. Или нет Starbucks. Да, это Starbucks, да. А это Starbucks. Ну, от Starbucks, там, от Z Starbucks, типа, что-то такое. Там чисто Starbucks, только он называется... Нет, это не Starbucks. И вот он находится вот так вот от Starbucks, понял? И там, это просто шок. Тут все шли. Там жесткая очередь была. Прям пипец. Это место хайпануло. И у него каждый раз такие идеи были. Очень странные, необычные. Шоу интересное. Ему сделал Абсолютли, я сейчас на Вики увидел. Это та же продажная компания, которая делала на Аликандре. Да, да, да. И вот на Википедии официально написал, типа, ну, жанр кринж-комеди. Там, потому что сам Нейтан отыгрывает... Не знаю, про кринж заговорили, да. Нейтан там отыгрывает, я не знаю, в жизни какой, персонажа, который вот... Это некая смесь Барата, только он не отыгрывает, как бы, такого простоватого, глупого человека. Он отыгрывает не от мира сего. Он ходит там, ну, давайте сделаем... Давайте сделаем мороженое с говном. И он говорит это абсолютно серьезно, как профессионал там. Мы сделали исследование, давайте сделаем такое мороженое. Вот. И люди, реакция людей, опять же, я не знаю, постанова или нет, но записываются, и там... Вот всякое такое, и за этим интересно наблюдать. Вот. Вот такой вопрос. Ты сейчас говорил про то, что даже чудаки учат лучше, чем Каха и так далее. Да, безусловно. Часто, помимо твоих фанатов, ну, я думаю, там, они тоже, в комментариях пишут тебе такую штуку, что, несмотря на разные жанры фильмов или там, разные страну производства и так далее. У тебя часто есть довод, что не хватает морали какой-то, да, или там, что, ну, вот это там я в Твиттере тоже видел, что не хватает либо морали, либо какой-то правильного вывода в конце фильма, что герой не развивается и не учит. На самом деле, нет, фильм вообще не обязан не давать какую-либо мораль. Но, тем не менее, в фильме, как мне кажется, должна быть некая история. И эта история желательно, что к чему-то приведет. Есть там, я не знаю, абсолютно там про кого-нибудь маньяка полный, хотя, с другой стороны, все равно авторы стараются вывести, чтобы было интересно наблюдать. Опять же, мы смотрим персонажи Кахи. Мы видим персонажей, которые весь фильм подонки. центральные главные персонажи. И в конце они тоже подонки. Никакой арки персонажа, ничего не изменяется. И моральная сторона здесь тоже страшная, потому что они получают все, они ведут себя как какие-то твари, а почему так происходит? Ну, типа, я испытываю здесь такое, а почему? И, опять же, мораль не обязательно, но, тем не менее, если мы наблюдаем за моральным уродом, конченным персонажем, грязь возьмем. Да. Фильм. Вот моральный урод, конченый человек. Если он таким до конца останется, ну, наверное, харизма персонажа, наверное, что-то вытянет, хотя, а в чем интерес? Ну, зачем мне наблюдаем? Ну, он урод. Вот я первые 15 минут посмотрел, он урод. И в конце он такой же. Зачем мне смотреть весь час? Интересно, что этот персонаж урод, но он ломается, и он становится иным. И гораздо, даже если он не становится, даже если он становится хуже, он вообще какие-нибудь там, не сходит с ума, это все еще интересно. Потому что у персонажа происходит изменение. Если персонаж не изменяется, не очень интересно наблюдать. Опять же, есть фильмы, в которых это работает. Я не знаю, есть... Любовский? В том числе Любовский. Слушай, а как, по-твоему, в клерках есть изменение персонажей? В первой части, там, типа, у них просто так происходит, я бы не сказал, что там есть, там есть какое-то осознание, они каким-то выводом приходят, но прям вот, чтобы что-то изменилось. Я не помню, я забыл уже первый фильм, но во втором... Это в магазинчике, который был. И во втором забегал, но во втором точно есть, несмотря на то, что там осла в жопу снашают. Там вывод есть, там прям, ну, там жесткий вывод, там прям адовой нитью, но и логично, персонажи у него должны были измениться со времен первого фильма. Но я хотел в пример привести Вальгалу Рёфна. Там персонаж не изменяется, в общем-то. Там вообще повествование-то толком... Там очень мало повествования, как такого... Ну, как всегда у него визуальное. Оно визуальное, да. Но, тем не менее, мы следим за историей персонажа, который меняется. Его история... То есть он вначале там раб, потом он просто странствует, потом напарывается на одних людей, потом приходит к другим людям, у него история меняется. Здесь гопники. Вначале грабят, в конце грабят. Зачем не смотреть все остальные то есть ограбления? У него даже... У него путь никакой ничего не происходит. То есть даже шутки над слепыми. Меня, опять же, Шамиров критикал, типа, он судит нас за шутки про слепых, причем я сам шучу про слепых, и он такой, это что, осуждение шуток про слепых? Да нет. Идея шутки, то, что она слепая, все, клево, окей, есть такая шутка, она слепая. Но если вы второй раз скажете, что она слепая, не будет лучше. Вы... Зачем еще третий раз? Я понял. Четвертый раз, она слепая. Так и вот с персонажем. Ну да, что дальше-то, да? Что вот она есть слепая, это факт. То есть что-то должно измениться. Нет, сам персонаж-то, понятно, ему сделали операцию, потом и шутки прекратились, что она слепая. Ура! Вот. Но в целом, сам юмор построен на том, что... И если это комедия, в комедиях тоже не обязательно, что персонаж будет изменяться. В комедиях смешные гэги, смешные шутки. Может быть там никакого изменения, это просто комедия гэгов. Никакого изменения какого-нибудь Задова не будет. Вот. Хотя даже у... Даже у него есть изменения! Мы дошли до того, что даже у Задова в серии будут огромные изменения, в отличие от Кайни. Ты послушай, как это еще паратоксально звучит, типа просто сама фамилия даже у Задова. Да, там даже в этих сериях есть изменения персонажа. Хотя, насколько абсурдно сейчас будет объяснение какой-нибудь серии, когда прапорщик Задов забеременел от инопланетянина. Но даже в этой серии он понимает суть отцовства и материнства. То есть, я, конечно, нутрирую, но можно сказать, что даже в этих сериях есть какие-то изменения. Потому что просто так интереснее наблюдать, как зрителю. Но можно построить шоу полностью на гэгах и юморе. Но вопрос, если у тебя юмор строится на том, что ты слепая и точка, это не будет работать. Как мне кажется, поэтому как... Или громкий там громкий противный голос, да, вот это? Кавказский, да, акцент. Это опять же, ну, да, окей, кавказский акцент. Да-да-да. Дальше что? Вот. И непонятно. Они объясняют это в док-фильме, почему у них персонажи не меняются, потому что мы не хотим их изменений. Отлично. Ну, у вас плохой кино. У вас ни арки нет, ни гэгов нет, ни юмора нет. Ну, нет, Шамиров объяснил, что на самом деле там есть некое изменение, которое не случается, и это круто, но нет, это отстойно, никакого изменения в фильме нет. То есть весь фильм персонажа одинаковый. Ничего, даже их отношения не меняются. То есть есть один скандал, который не приводит ни к чему. Так зачем мне наблюдать все это? Что я должен был увидеть? Что вы хотели мне рассказать? Что они... Ну, если нравится, опять же, как орут, например, допустим, да, вот таким людям понравится. То есть, видимо, они, может быть, просто пытались сделать то же самое, что и на Ютьюбе, то есть не пытаться приводить к какому-то развитию истории, показать, вот как они это говорят, да, что... Как там было, помнишь, ты вставлял в обзоре, что, типа, показываем что-то быдло колорит, или что-то такое, что-то в шапке там написано. В шапке тоже ложь, они говорят, что они высмеивают быдло стереотипы. А, а высмеивание не происходит, я просто показываю. Да, вот, опять же, насчет высмеивания, высмеивание заключается в том, что персонаж, который, там, гопник, его черты какие-то высмеиваются, это зачастую, опять же, в осуждающем ключе, как тот же Гайдай делает, он высмеивает это в контексте, там, самогонщики какие-нибудь, вот они нелепо выглядят, красный нос буквально, вот, высмеивание идет в каждом кадре. Здесь высмеивание не происходит, в том числе и потому, что даже это не вопрос морали, потому что высмеивание не происходит, потому что они победители. Они, наоборот, они клевые, они победили, все получили, высмеивание нет от слова совсем. Да, все наоборот, там, они обогнали его на тачке, они клевые, они клевые персонажи, да, причем, опять же, они защищают, Шамиров говорит, что это шутка, и меня это пугает, я, там, шутка есть в фильме, когда он, шутка, он говорит, эта девушка называет зайчиками тех, с кем она спала. Она там, привет, зайчик, здравствуйте. И я такой, ну, это же не может быть шуткой, если, ну, например, наверное, сейчас дальше, где-то, в какой-то момент, она с героем поздоровалась, типа, привет, или там, здравствуйте, не сказал зайчик. И он, допустим, жирная какая-то, страшная, я бы не стал с ней пердолиться. И потом, под конец фильма, она, привет, зайчик. Понятно, в чем здесь шутка строится. Если бы, например, опять же, то же самое с зайчиком, и она там, привет, зайчик, привет, зайчик, здравствуйте, волк. Тоже какая-то есть идея, что там все зайчики, с кем она спит, а волк там, значит, мужчина. Даже на этом уровне шутка работает. Или наоборот, там какой-нибудь, я не знаю, уменьшительно ласкает. Ну что, какая-то шутка, опять же, с животными связанная, чтобы понятно, что именно там, герой она выделила, можно в негативном, там, привет, мышь, я не знаю, то есть в негативном ключе его выделила. Здесь просто, она тем говорит, те, кто ее пер, она им говорит зайчик. А, это все, да? В это проблема, это вся шутка, то есть, окей, она дает, дальше что? И он говорит, ну, твой персонаж появляться, вот этот, который продает, и про все вот это. Да, 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 и режиссер говорит, ну, да, это грубая шутка, но она нравится народу, что делать? Так это даже не шутка. Ну, то есть, он показал пальцем на девушку, сказал, она дает, все, это не шутка. Но, с другой стороны, у них весь юмор строили, они оправдывают это тем, что вот мы показали пальцем, сказали, что это кавказец, это должно быть смешно. Нет, также на русского, вопрос национальный, на русского покажите, то же самое, так же не будет работать. Но они говорят, что в этом вот весь, весь юмор. Нету здесь юмора и шуток. В шутке, опять же, могут быть говно. Я не спорю, можно, я люблю и пошлые комедии, говнокомедии, шокирующие, наверное, даже чудаков можно отнести к шокирующим. То есть, кто будет с ним смеяться с какой-нибудь говна просто. Есть момент, пример, фильм «Чудаки». «Гора». «Гора» вот это вот, спойлер. Я в кинотеатре смотрел? Да, да, да. В 3D, да? Блин, знаешь, мне кажется, тут еще сработал тот, знаешь, что это происходит в кинотеатре. Я смотрю в кинотеатре. Это просто, ну то есть, понятно, что ты смеешься над говном. Фактически, даже не какой-то постановленный, он просто на туалете сидит и там изображает, что гадят и звуки подходят. Фактически ты видишь говно. Но при этом все еще это работает. Во-первых, здесь работает момент неожиданности и обман ожиданий сто процентов. Здесь сто процентов... Потому что паровозик вокруг ездит. Просто мир... Просто покрасили и в 3D все к тебе летит еще. Да, да. То есть, вот это шок-контент, в том числе, шокировать тоже можно. То есть, шокирующие шутки, в том числе, в каких-нибудь клерках. Самые поганные какие-нибудь комедии, мне они все еще могут нравиться. Хотя, там, дегенеративный юмор будет, но все еще это юмор. Здесь это даже не шутки, это даже не... Даже, наверное, оскорбительное. В ролике я назвал это дегенеративным юмором. Это не дегенеративный юмор, это просто дегенератство. Все, вот. То есть, поэтому чудаки поучительные, обман ожиданий. С юмором. Ну, на самом деле, после непосредственно Каха я начал относиться ко многим фильмам по-другому. То есть, даже Сарик Андреасян уже... Вот, у нас, кстати, был вопрос про другие фильмы. Мое уважение. Лучший режиссер. Изменилось ли с годами какое-то отношение к каким-то фильмам, которые ты уже делал обзоры? Каким максимально изменилось? В том числе, Горько, к первому. То есть, я все еще негодую от того, что персонаж в финале изменился за секунду. Я негодую, что подводка... Просто вот весь фильм так было и в конце давайте сделаем, что она изменилась в лучшую сторону. Она изменилась. Нету... Не подкрепляет это ничем. Нет объяснения. Предпосылок никаких нет. Но изменения хотя бы есть. То есть, добрая концовка. Как бы мне не нравился фильм Горько, в нем добрая концовка. То есть, Жора Крыжовников, сколько бы я не говорил плохого про ваши фильмы, но в фильме Горько, добрая концовка. Они помирились, они добрые прыгают в воду и все радостно в теплых лучах. И как ни крути, там все-таки, несмотря на то, что дочка тварина поганая, она в конце как бы прощает отца своего, хотя он ее прощает, она просто извиняется как бы этой песней Натали. Ну ладно, допустим, но все еще нам показывают хотя бы идею добра, что-то положительное. Вот что-то в фильме, даже в комедиях Сарика, какие-то лопухи, вот я не помню, что там положительное, но идея того, что фильм хотя бы не несет деструктивный, просто вот прям злобу в себе. Да, герои там дурачатся, да, ведут себя как идиоты, но злой идея а-ля там давай гопанем и это классно, вот этого нет, то есть как минимум оно не несет деструктивные идеи. Но там есть, опять же, вот там юмор был говенный, идиотский, но он существует, там нету просто девка дает, там они какие-то скетчи пытались квеновские делать, что-то пытались сделать, но здесь же вообще от слова совсем нет ничего. Я не знаю, как в сериале, я посмотрел одну серию для интереса их сериала, веб-сериала, я не знаю, как сильно в целом он отличается, но по этой серии, но он трэшовее, просто там мат, в кино мат нельзя, они там через слово сцедят матом, здесь, ну, здесь мата нет, все, ну, кроме слова, которое теперь на ютюбе нежелательно говорить, иначе вы получите желтую монетку и из рекомендаций вылетите. Да-да-да-да. Вот. Они там, вот эти, я тоже не понимаю, но это тоже плохо, это же типа, ну, в прямом виде гомофобия, да, то, что они постоянно в таком ключе это используют. Опять же, на здоровье, только вы подавайте это хоть как-нибудь. Опять же, я недавно имел спор с Ануаром на тему, ну, там у нас вопрос больше не гомофобный, ну, тоже, в общем, на тему высмеивания, я вам хорошую идею сказал, что сказать подобное в стране, где такие настроения ок, это легко, ну, то есть, это легко, так сказать. в этом не будет шутки, здесь просто, типа, идея, окей, да, ты декларировал идею свою, но в этом нет никакой остроты, когда Джимми Карр шутит про педофилию, это все еще не очень воспринимается, то есть, ну, то есть, ну, по крайней мере, ладно, на тот момент, ладно. Людям становится некомфортно в этот момент. Это все еще какие-то вещи, при этом он в этом строит шутку, и ты над этим еще смеешься, мразь такая. Оно работает, потому что, во-первых, там шутка хорошая, например, и при этом она, вопрос морали туда впихнут, в отрицательном смысле, и ты над этим смеешься, тварь, от этого еще смешнее, это как смеяться на похоронах, типа, ну, вот, и в их шутках, когда просто человек пытается дотронуться его, называют так, как нельзя называть на ютубе, ну, окей, я так же могу, у меня так повествование в какой-то момент, грубо говоря, сравним, я так же говорю, баба, мужик там, можно сказать, быдлан какой, что от этого, что необычного, какой, в этом нет юмора, должна быть необычность, допустим, идеи, но какая необычность идеи, вы просто декларируете, ну, да, 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 окей, еще, ну, да, да, такую, ну, и что, или шутка в том, что он, там, наверное, шутка он объяснит, что те обнимаются, а этот не обнимается, поэтому он хочет обняться, но его обзывают, но все равно, типа, если бы они целовали, вот, шутка бы работала, что если бы они не просто обнимались, я уже полкомедии переделал. Да вот именно, я сейчас тебя послушаю, сниму вторую часть, там, если бы, например, они целовались, как в старые брежневские какие-нибудь времена, вот прям, чуть ли не в засос, и он просто попытался бы, там, я не знаю, похлопать по руке, и ему сказали, ты чё, и опять же, гей, вот, тогда эта шутка бы работала, а тут, ну, обозвали бы, ну, окей, да и что дальше, ну, то есть, вот, вот, вот. Внезапно мы вернулись, конечно. Ну, порешало тем чудаков, там говно, и тут каха. Говно чудаков спустили, оно попало в каху. Это, мне вот интересно, у тебя есть какой-нибудь, типа, творческий контрбаланс? Ну, это, в общем, грубо говоря, да, вот ты делаешь обзоры, ты, блин, ты тоже очень долго этим занимаешься. 10 лет, вот, в феврале, получается. Вот, да, у тебя, ну, у тебя бывали, во-первых, моменты, когда ты что-то как-то подуставал от всего этого дела, или у тебя прям вот все время стоит примерно одинаково каждый раз? С моим графиком выхода обзора. Ты не успеваешь уставать. Тяжело успеть устать, потому что, ну, они слишком редко выходят. Ну, у тебя, у тебя какой промежуток, именно когда ты не работаешь над новым обзором? Вот сейчас сколько прошло с обзором? Хотя нет, я все равно продолжаю, во-первых, мониторить, что происходит в соцсетях, смотреть там... Мониторить это в связи с выходом. Да, отвечать людям в комментариях, общаться. Сейчас вот телеграм-канал завел, рекламирую здесь. Будет в описании. Телеграм-канал там, почему-то мне больше там теперь нравится. Я не знаю, почему ВК как-то вот я подрастил. Я все еще отвечаю, потому что я уважаю аудиторию, которая у меня есть там в ВК, но мне нравится, во-первых, в телеграм, что я могу аудио кому-то лично ответить. Мне нравится эта идея в целом. Человек пишет, я ему в комментах, никто, вот, переписка идет, я кому-то раз ответил. Мне нравится идея, что я с человеком лично общаюсь. Вот. То есть для тебя это тоже рабочий процесс? Ну, если это относить к рабочему процессу. Возможно, я просто люблю тратить время в телеграме. Я просто, я к тому, что, допустим, процесс производства видео, да, это, ну, четкий определенный процесс, через который ты проходишь, и вот ты вот в это время находишься в неком таком рабочем состоянии. Нет, это только последние этапы обзора, последние две недели. Ну, а когда ты пишешь сценарий, для тебя это не рабочий процесс? Я имею в виду жесткий график, прям, не отлучайся, это последние две недели, наверное. А можешь чуть подробнее? Ну, типа, как это работает? Ну, вот я пишу сценарий, я могу позже лечь спать, могу фильм посмотреть какой-нибудь на ночь, могу поиграть, возможно, в что-то, могу, там, где-нибудь по скайпу попить алкоголь, могу почитать книгу, чаще всего читаю книги, стараюсь, как раз до жесткого этого процесса. Это когда ты пишешь сценарий, да? Ну, я пишу сценарий, пытаюсь что-то найти, идею какую-то, вот что-то, пытаюсь вот в этом всем жить, оно относительно медленно происходит, не так, как раньше, безусловно. Я пытаюсь придумать, сижу на сайтах по покупочкам, придумываю, это тоже очень вдохновляет, пытаюсь придумать там какой-то образ или какую-то идею, вот на чем основано, возможно, киберкостюм. Да, 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 это вот, я хотел в пример привести, что вот от этого во многом скачет обзор, потому что мне интересно, что-то найти, на чем построить обзор, потому что просто на фоне снять, уже как-то мне, я могу вкрапления делать, безусловно, могу какие-то обзоры, когда там к Новому году надо было, у меня вышел 3-го или какого декабря вратарь галактики, и я обязан, это самое мое любимое, к Новому году сделать обзор. И там, хотя я там даже фон сменил, но, грубо говоря, я в пределах дома снимал, все еще. Вот, и там было относительно проще, чем обычно, подготовки меньше, да и фильм проще. Вот, я то есть сижу, пишу сценарий, нахожу какие-то идеи, потом начинаю озвучивать, это все еще не такой жесткий процесс. Да, я встаю в 4, да, я там работаю до 12, потом кушаю, потом стараюсь работать до 6, стараюсь, потому что после 12 я тяжелее работать, почему-то, я не знаю. Вот, но тем не менее, это все еще не такой жесткий процесс. А потом, когда материал отснят, а если это съемки тяжелые были, то, скорее всего, я не один снимал, скорее всего, я принимаю какой-то алкоголь, поэтому это нельзя считать тяжелым, тоже жестким графиком. И потом, вот, когда материалы есть, все есть, начинается уже жесть, и если основной фон снят на красном, то есть не скетч, а вот на красном, все, уже начинается железно, я сижу, монтирую, ложусь, не смотрю фильмы, не читаю книги, не смотрю, стараюсь там, даже мы обычно кушаем, когда смотрим YouTube, стараюсь даже на это время не уделять, быстро поел, ушел. Вот, то есть вот жесткий прям процесс начинается. То есть для тебя самая жесткая часть это монтаж? Жесткая по графику, По графику, а по ощущениям, что тебе, ну, сложнее делается? Всегда, пока не начал снимать, мне не нравится. Вот перед тем, как снимаю, не нравится именно процесс, не то, что типа... процесс мне нравится, но вот это ощущение, когда тебе надо собрать все эти вещи или съемочное оборудование, и ты знаешь, что завтра снимать, ты понимаешь, что много снимать, там вот это, вот это, вот это, вот это мне очень, очень не нравится, но если ты начинаешь снимать, все, пошло. Ну да, когда пошло, когда началось, оно поехало. Драйв, да, вот это. А вот в процессе написания вот этих вот сценарий, у тебя нету каких-то таких внутренних сопротивлений, что-то там иногда, знаешь, может не идет бывает. Ну вот у меня такое... Не идет, оставляешь, ну опять же, можно поспать 10 минут. Вот, не идет, ты оставляешь, потому что сценарий пишется в несколько присестов. Вот сначала набрасывается сценарий, который там, какие-то самые явные шутки туда, которые сразу появились, а потом же это надо озвучить. После озвучки начинаешь уже там понимать уже ярче, что будет, меняешь опять сценарий, потом начинаешь монтировать, там кадры фильма, и еще приходят шутки. Потом отснял, скорее всего, вот это уже монтируешь, уже фильм, это вставляешь, и приходят еще одни шутки, и еще снимаешь. Вот, то есть оно дополняется, дополняется, потому что, если по-первыхому, там, ну говно будет просто лютое. Потому что там шутки, ну какие-то самые очевидные, которые вот прям пришли сразу. А там тяжело, естественно, тяжело фрагменты фильмов искать. Вот это вот все, и это очень много накладывает. Мне вот поэтому я всегда вообще удивлялся, как ты все делаешь, то, что одно дело, там какое-то короткое видео, да, база, ну тебе будет сделать обзор, написать сценарий, а ты тут целый фильм делаешь. А, вот бесячий, я вспомнил как раз, самый бесячий. Это самое плохое в обзорах, это пересматривать его, сам обзор, перед самой публикацией, смотришь там четвертый или пятый рендер обзора. Ты все кадры. Ты смотришь, и ладно, когда обзор, хотя бы там час идет, но когда, сука, это два часа, да, первый раз ты смотришь полностью два часа, потом ты смотришь на скорости там полтора или два, но это все равно большое количество времени, это все, ты уже, уже вот это, вот это, вот это единственное, что мне не нравится, пересматривать. У тебя часто бывает как раз, ну вот в эту же степь, что ты в твиттере пишешь, типа, блин, обзор выйдет все-таки завтра, сначала там выкладываешь скрин, допустим, с монтажом, да? Я уже перестал обещать. Ну да, в последнее время, типа, много раз было такое, что там на денек задержался. А ты за Ютьюба? Что-то они, типа, рендерится, наверное, да? Просчеты идет. И просчеты чаще всего теперь уже из-за Ютьюба. Теперь я уже говорю, сейчас будет анонс, и потом через день, два, три будет обзор, потому что сейчас Ютьюб уже проверки делает, то есть за слово П. Да, да, да. За много вещей он может сказать, эй, пацан, не надо. То есть теперь вот там, сериал Каха, там пришел говно их заблюрить, еще что-то, дилдосы заблюрить. Дилдосы, да. Сейчас здесь проверки, ты смотришь, там монетизация снимается, не снимается, а просто с монетизацией, опять же, по какой причине? Если я сказал слово, которое употреблять уже на Ютьюбе нельзя, то вылетишь из рекомендаций. Да, да, да. Вот. Поэтому, окей, это правило Ютьюба. Я, опять же, я на этой площадке, я же не глава этой площадки, я гость на этой площадке. Я принимаю правила игры, спасибо Ютьюбу, что теперь у него гораздо лучше работают алгоритмы, в том плане, что я загружаю, вот я загрузил обзор на Каху. У меня там есть Blackface, без блюра. Ну вот, слово, собственно, я запикал. Да. Тем не менее, у меня есть Blackface, за который, по идее, Ютьюб меня должен изничтожить. Тем не менее, мне сняли монетизацию, я просил повторную проверку человеком, человек проверил, он увидел, в каком контексте это подано. Ну, в образовательном, то есть ты это обозреваешь мнение впорицательного. Я сказал, что, ну, такие скетчи снимать, я должен вообще пояснять, что это дегенератство. То есть вот то, что делает Серга, это тупизна, просто полная. Плюс ставки и так далее, и так далее. А, ты же прям в обзоре это говорил сразу после Blackface, там уже прям было это. Да, и опять же, ставки и так далее, и так далее, контекст, я говорю, вы же людей разводите, это ужасно. То есть он видит, человек видит контекст, что я там осуждаю ставки, что понятно, там, разводняк, там, Blackface, и так далее, и так далее, и он уже, в отличие от робота, говорит, да, все нормально, здесь никаких переборов нет, все нормально. Вот. А насчет монетизации, у тебя все равно, да, я так понимаю, самая большая поддержка, это ребят, кто донатит. Когда как, когда как, монетизация из-за, я даже так скажу, из-за того, что у меня огромная библиотека обзоров, монетизация приносит достаточно денег. У меня контент, который пересматривается, очень-очень сильно, и я могу не выпускать обзоры, и с пересматриваемых я получаю достаточные деньги. То есть здесь я, я не буду ни в коем случае, ребята, ребят, если деньги там, мне иногда страшно читать, кто-то говорит, я вот со стипендии, тебя закидываю, ребят, я вас люблю, степень, купите бургер. Ну, типа, правда, то есть я, если вот вам искренне хочется, тем более ролики для донатеров в конце года, как подарок, я открываю, ну, не открываю, они в ссылках под новогодним подарком лежат, ну, то есть новогоднее обращение, там подарок на все ссылки для донатеров, отдельное видео, которое я делаю, поэтому, ребят, это не времена, когда денег не кужи, отлично все, спасибо вам огромное за поддержку. Вот, поэтому монетизация, спасибо, опять же, YouTube теперь, все хорошо с монетизацией, все окей, да, там снимают периодически, иногда желтые монетки, там, 9 мая я монетизацию там принципиально не ставлю на обзоры, тем не менее, все еще, все окей. За некоторые вещи сняли монетизацию, иногда обидно, например, за двухчасовой ролик Союза спасения, за один момент, когда в человека нож вонзается, там не особо это понятно, то есть там, ну, что какая-то жестокость явная, там не ковыряются врань, ничего такого нет, там вот просто удар ножом, тем, даже если это актеры, тем не менее, монетизацию сняли. Я могу вырезать этот момент, но там скетч дальше, я поэтому пока не вырезаю. Вот, и я думаю, что, ну, сняли у одного ролика, ладно, но тут именно прикол, когда ролики большие, ты такой, ах! Обломно, обломно. Да, но с другой стороны, всех денег не заработаешь, какая разница? А как ты, скетч важнее. А как ты делаешь, вот, ты себе делаешь монетизацию, я понял, а как ты, ты делаешь, просто у меня YouTube Premium, я когда смотрю твои видосы, мне никакой рекламы не показывается, соответственно, ну, ты делаешь мидроллы, или у тебя только прероллы, все? Нет, 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 я рекламу бахаю, там, у меня стандартно раз в 7-8 минут. Ага, нормально. Да, это не раз в 5 минут, но это раз в 7-8 минут. Ну, естественно, под вывод я обычно рекламу уже не ставлю. Ну, да. То есть, она идет, скорее всего. когда это преролл, да. Да, потом это же просто баннеры всплывающие. Ну, да, да, купите там трусы. А, маленькие вот эти. Да, да, это вот оно тоже реклама, которая по ролику, это не 30-секундные вот эти, которые пропустить нельзя ни в коем случае. Вот, и в целом я под вывод стараюсь уже рекламу не вставлять. Да, определенная я бахаю рекламу, можете оплатить YouTube Premium, с него идут отдельно деньги, можете поставить AdBlock, и если когда-нибудь там будут закинуть 100 рублей. А, с него тоже это работает? Типа, если у меня YouTube Premium, вот, допустим, у меня он есть, в смысле, деньги идут, конечно, да. да, да, это как реклама есть. Это как стриминговые сервисы, понял, ты платишь за подписку, там, допустим, музыкантов, которых ты слушаешь, да, и там в зависимости от количества прослушиваний, а то ты посмотрел в общем твое видео. Да, да, с YouTube хорошо с Premium тоже деньги идут, то есть, я поэтому обычно зрителям говорю, ребят, можете там с YouTube Premium смотреть, можете смотреть с рекламой, можете задонатить там с АТЕН и поставить этот блок, и не смотреть с рекламой, но, опять же, что угодно можете, можете не донатить смотреть с этот блоком, опять же, здесь нет, но вот у меня такое, я YouTube Premium оплачиваю, и... Мне вот нравится YouTube Premium, да, и плюс, учитывая, что он тебе еще и доступ к YouTube Music дает, и нет рекламы, я уже забыл, знаешь, типа, иногда там, когда с другого с аккаунтом, у меня при этом этот блок стоит, но у меня оплачен YouTube Premium, как бы, этот блок у меня на других сайтах работает, YouTube я все-таки, потому что я сам создаю видеоролики, я понимаю, что это важно поддерживать людей, поэтому я других людей поддерживаю, но иногда заскакиваю кому-нибудь на стрим и закидываю деньги, но это такое, я последний раз давно очень уже, надо повторить, я настольщиком задонатил, сначала в шутку в чат что-то написал, а не так, а я что-то написал-то, как я разводил его какое-то, и потом я пятер закидываю, они обратили внимание, а мне они нравились, я смотрел там стримы, они такие, что бы, это точно не фейк, ну, такие вещи приятно тоже делать. Ну да, а то, что ты интеграции не делаешь, это принципиальная штука, да, просто так для себя решила. Ну вот у меня есть, нельзя сказать, что у меня нет интеграции, как бы технически, есть YouTube реклама, это приводит. Мы сейчас говорим про интеграции в контент. Да, и есть ссылки в описании, у меня есть ссылка на Sony, которая предоставила, я нигде не говорю, хотя здесь скажу, Sony клевые, но в обзорах я нигде не акцентирую ничего, но Sony мне предоставили клевые камеры, я поэтому на технику, на которой снимаю, я опубликовал, что за техника, это Sony, и какие объективы используются. И также, вот тут интеграция, я прихожу на подкаст, и туда внедряю интеграцию. И иногда есть ссылка на Иви, ссылка на Иви на фильм. Который ты делаешь обзор. Да, и... Это интересно, кстати. И надо размещать на других, если нет на Иви, что бывает, к сожалению, надо размещать еще на YouTube. Я на Каху забыл, и я сейчас исправлюсь, потому что я судился, и это очень важно. Судился вообще ты имеешь в виду? Нет, ну вот с киношниками. Киношниками. И это желательно делать, и я размещу, не забуду ссылку, в том числе на Каху. Я надеюсь, что Иви не проклянут меня, по законодательству будет проще в этом плане, если кто-то вдруг судится со мной, задумает, потому что, опять же... А ты сколько раз? У тебя один раз был суды? Да, фактически, да. Вот. Легально, то, что я не ворую, а покупаю контент легально, или не покупаю, опять же, оплачиваю подписку. Да, да. Вот, то это как бы... Ну, тогда мне, по крайней мере, так адвокат говорил. Я буду верить в его слова, возможно, сейчас в комментах скажут, ты что, дебил, так не работает, но, в общем, я должен размещать ссылки на контент. Ну, это правильно. Ну, или хотя бы разместить, я не знаю, на трейлер, который ведет на онлайн кинотеатре. Ну, опять же, трейлер канала, который делал этот фильм, например. Вот, мы просто начали эту тему с контрбаланса творческого. Вот, вот мы это все обсудили, как ты все это делаешь, и у тебя из-за того, что есть там промежутки, тебе это не надоедает. Но... Тут горит еще. Тут горит, тут... Я не знаю, у меня могут не верить, что это образ. Есть, естественно, часть образа на экране, я там зле... Хотя нет, с Кахой я был иск... Я прям... Вот так. Ну, то есть, я правда, я вот... Ну, то есть, вот это первый ролик, который... Точнее, обзор, который действительно эмоционально меня просто уничтожил, потому что это мой любимый режиссер, такого уровня контент, и тут у меня действительно депрессия была, небольшой запой, но небольшой запой, это оправдание, чтобы просто... Я тогда весел, поиграли просто. Я хотел пафосно сказать, просто один день попил. Не считается запойом, но я... Ребята, запой. Ну, короче, да, частично было депрессии из-за этого фильма, можно сказать, потому что, ну, я прям близко к сердцу принял, очень сильно, очень сильно обидно было. Но в остальном у меня всегда прям горит внутри, то есть, можно, могут сказать, что это... Это твой двигатель, короче. Ты прикидываешь, но мне прямо реально бесит. То есть, я не обижаю, мне просто злоба распирает внутри на какую-то вещь. Либо ужасный хохот. То есть, я когда фильмы Александра Невского, там, какие-нибудь веселые такие вот, какой-нибудь... Даже вратарь галактики, то есть, я так... То есть, у меня... Я хочу прям поделиться этим весельем с остальными, то есть, ну, или злобой своей. То есть, у меня одно из двух, злоба или веселье. Вот. И я все про творческий контрбаланс. Знаешь, типа, допустим, у меня такая тема, там... Вот я снимаю 100-500, вот сейчас мы делаем подкасты. Очень-очень кайфово делать подкасты, просто пообщаться, знаешь. Каждый раз выходишь потом из студии и так прям, знаешь, аж этот... Как будто штырит тебя от беседы. И есть музыка, да, то есть, знаешь, вот в этой области я что-то делаю, что-то делаю в этой области. А музыка у тебя группа какая-то? Да, да, у нас же мы с Кириллом в группе играем. Ссылка в описании. Да, ссылка в описании. Second Season. Вот, да, у нас тут как раз выходил там несколько недель назад новый сингл. По промокоду 1xmax 100-500 на счет. 100-500 на счет. Минус 100-500 просто. Спишем у вас бабок. Ну вот, и для меня вот это такой творческий контрбаланс, знаешь, я типа, я вот делаю это, потом отключаюсь от основной какой-то своей деятельности в другую, да, такая есть творческая отдушина. То есть, и многим людям там рекомендуют такой, знаешь, иметь какое-то хобби, чтобы там не выгорать на работе. Я понимаю, что тебе выгорание особо не грозит, насколько я уже мог для себя это усвоить. Но может, у тебя есть какие-то такие вещи, может быть, творческого плана или нетворческого плана, который ты вот так вот параллельно там делаешь в отрыве от работы, и они тебя... Мне, во-первых, всегда, даже когда я закончу обзор, у меня всегда мысль, на что делать следующее. так как меня называют шакалом, это Данил Козловский, мой любимый, я так назвал. Шакал. Можно так сказать, я все время чувствую запах тухлятины, чувствую, грубо говоря. Я все время хочу подойти и съесть его. Данил Козловский, естественно. А нет, ну, наверное, понятна аллегория в том же плане, что мне охота, все время хочется что-то про кино именно вот отечественное. Чаще всего, если это какой-то западный там выйдет «Крепкий орешек очередной», тоже, естественно, или «Чужой», то, что я очень сильно люблю. Терминатор. Да, когда выходит то, что мне наплевать, там, какие-нибудь чудо-женщины, которые там все... на этот фильм, на здоровье. Когда совсем уж, конечно, тупость хочется посмотреть, но когда меня трогает. Вот меня трогает отечественное кино и какие-то франшизы или какой-то там дивергент. Ну, то есть я... А-а-а! Да ты от тупости горишь больше. У меня целый цикл же был по ним вообще. Да, да, да. Вот, и здесь у меня все время есть желание заниматься, что-нибудь читать, что-нибудь вот просто... Связанное, да? Да, у меня здесь не остывает. Вот это мой контрбаланс. Вот есть обзор, когда я работаю, есть обзор, когда я хочу что-то найти информацию. Но при этом я, наверное, большую часть денег своих, кроме с донатов, точнее, большую часть денег, в том числе с донатов, кроме как на технику, трачу на настолки. На настолки? Любительный настолок? Да, да. Причем я не успеваю играть во все, но я люблю эту хрень. Я... Причем это очень странно. То есть спасибо большое многим организациям в России, там, Hobby World, Gaga Games, которые мне засылают настолки, для того, чтобы я поиграл. И, возможно, там, написал про них. Потому что я искренне играю, пишу. И... Вот мы недавно наконец-то поиграли в Blood Rage, я написал. Охерительный. Это Крауд Геймс, по-моему, делали. Охерительная игра. Обязательно советую всем. Пять человек, если соберете. Очень крутая настолка. Тем не менее, с настолками у меня есть такой еще загон. Кроме того, как играть, я обычно скупаю какие-то настолки, там, на eBay или где-то на барахолках. Я покупаю у людей с рук чаще всего вот так вот. И недавно купил по зомбям игру. Она в Тейбл Топ шоу был такой известный, Тейбл Топ на Ютубе западном. Там, где звезд приглашают играть на настолке. Они пропиарили, рассказали про игру, про зомби. Такой тупой американский фильм про зомби. Там надо сесть в машину и так далее. Я купил какой-то там 10 лет edition. Да, да, да. Она пришла немножко подгнившую, уже старую, потому что 10 лет было 10 лет назад. Ну, правда, правда. 10 лет назад. Универсари. Да, да, да. И она пришла мне, я ее распаковал. Я еще не сыграл в нее, она огромная. Тяжело обычно друзей надо, во-первых, собрать, объяснить. Это первая катка, скорее всего, будет не очень, потому что никто не понимает правила. Нужна вторая, а это значит, это второй раз собрать, а это когда ты соберешь, непонятно. В Новый год, получается, собирать и играть. Несколько дней каникул. Ну, в общем, я заказываю себе на стол, она приходит, я достаю оттуда машинку, начинаю раскрашивать. А, на такая. А я раскрашиваю фигурки из настолок. Вот. Это такой, можно, но опять же... У вас чего началось? Вархаммера, как у всех? Нет, нет, нет. Первая Blood Rage. Во-первых, я одно время, вот была игра, есть Cosmic Encounter, мы один раз сыграли в нее, вот, в Волгоград ездили, играли в нее настолько просто, вот, я посмотрел, опять же, где-то у кого-то в обзоре, кто-то посоветовал, я уж не помню, может быть, не The Gams, кто-то, кто-то где-то сказал про эту настолку, я ее купил на английском, сам сделал перевод, в смысле, перевод был сделан, я сам вырезал, каждую, на каждую карту, на каждую карту наклеил. Наклеил? Да, сам все это сделал, и мы сыграли, всем зашла невероятно, я просто загорелся, купил все дополнения, все вот так же все, вырезал, начал Hobby World говорить, пожалуйста, я буду пиарить, ни денег, ничего, пусть пойдет в Россию, они купили права, официальная версия, они выпустили, при том, что у меня все уже переведено, они выпустили, правда, очень ограниченным тиражом, что печально, пожалуйста, сделайте тираж побольше, вот, они выпустили, но у меня уже переведено, все это есть, потом вышла еще какая-то игра, вот Blood Rage мне, Crowd Games прислали, долгое время просто на полке лежала, в какой-то момент мы в нее сыграли, я загорелся, и начал там фигурки раскрашивать, чтобы интереснее потом играть было, вот, и сейчас из последнего, к чему делали перевод, игра называется Секретный Гитлер, что? Секретный Гитлер? Ну я начну с вас все-таки, что смотрели, с хорошего российского кино, из российского, я давно, последнее, что из российского, я смотрел, мне понравилось, как Сашка, Чеснок, Верлся, вот это, мне понравился фильм, да, классно, мне единственное, концовка не понравилась, я ему это высказал, а что там в концовке? В концовке с ничего, вдруг, герой меняется, и приезжает к отцу, он не должен был так делать, по всем признакам, но он внезапно обнаружил что-то, человеческое по отношению к отцу, это произошло, опять же, без предпосылок, мне все равно фильм нравится. Ну вот смотри, вот у тебя к этому вопрос возник, а у меня, наоборот, было облегчение на душе в этот момент. Безусловно, как у рядового зрителя, потому что он сюжетно хотелось, чтобы он так закончился, да, безусловно, но... Менее драматично, а логически так не обоснованно, с чего он так сделал, ну просто проблема в том, что здесь чуть-чуть добавьте в сценарий, вот в некоторых моментах, что он видит... Проблески, да? Видит в отце что-то, грубо говоря, даже какой-нибудь флэшбэк, что отец какую-нибудь игрушку ему покупал, и он все-таки... Какие-то теплые чувства с отцом, и ради этого чувства, когда он вспомнил случайно, что отец там где-то в какой-то момент поездки, и нам уже вот это зерно в голову вложили, что он... Да, он отца ненавидит, но с отцом что-то есть хорошее, и чтобы вот это хорошее не уничтожилось, он его спасает. Оно бы лучше сыграло, но мне все еще нравится Витяка Чеснок. Ханту удачи, и он сейчас новый проект уже делает долго, я надеюсь, что у него все будет хорошо. У тебя такой, знаешь, аналитический склад ума, он еще, я так понимаю, с опытом еще усилился, мне кажется, тебе смотреть кино чуть сложнее, как будто, чем обычному человеку, потому что ты все замечаешь. Нет, а я вот... Это так же работает и с обычным фильмом. Помнишь вот тот Терминатор, который последний, по-моему, выходил, да? Да, да, Тёмная судьба. Который там... Типа продолжение второй части, да? Там, где были флешбеки в те времена второй части. Графикой сделан. Да, 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 да. Короче, смотри, какая тема была у меня. Я говорю, я типа... Подожди, флешбеки в плане... Ну, когда он прям... Не флешбеки, когда они прям возвращались туда, когда там был молодой Шварценеггер. Это пятая часть. Вот, да, я про это... Я помню, что мы с Настей посмотрели этот... Мы поехали в кино на какой-то поздний сеанс. Так, может быть, ещё сложилось, что это был какой-то... Был только вип-зал доступен. Там билеты по 1200, что ли, стоили. Мы купили два билета, и мы были вдвоём в небольшом вип-зале, где ещё сиденья такие... И мне прям понравилось, короче. Понял? Типа я такой сидел и такой покайфовал немножко. Знаешь, у меня вот не возникает вот те вопросы, которые возникают у тебя, когда я смотрю твои обзоры, такой, бля, в натуре. Знаешь, типа, я об этом не подумал. То есть я не говорю, что я в восторге был, но, знаешь, и типа выйти и плеваться, у меня желаний не было. И вот это ещё игра на ностальгии, как они прям очень похоже изобразили картинку второго Терминатора. Там есть классные идеи, есть, но я слишком люблю Терминатора. Вот вторая часть, второй Терминатор, это, наверное, мой самый любимый фильм, вот из тех времён, это есть такие какие-то боевики брать. Я вообще, на самом деле, я понял тут недавно, что мне нравятся, в принципе, боевики, потому что я на них вырос. Знаешь, меня батя включал, у нас такая традиция была, знаешь, на выходных, там кино на ТНТ вот это было, знаешь, или там на СТС. На СТС было. И на СТС и на ТНТ тоже показывали какие-то фильмы, и мы вот каждые выходные смотрели по вечерам с батей вместе какое-нибудь кино, там, ну, были хорошие фильмы. Ну, в самом деле, были хорошие. Вить, куча чеснока вот это достаточно вставить, что хотя бы батя, может быть, его там плохо относился, но у них традиция была, кино просто, грубо говоря. Ну да, да. И он бы работал уже. Вот, и, короче, вот с Терминатором я такой вышел, прикольно. Ну, нормально было. А ещё, и сейчас я вот ещё одну штуку вспомнил. Это же последняя часть, этот, Fast and Furious, как она, Форсаж. Форсаж, это вообще отдельно. Вот, смотри. Я до него, я вообще не... То есть я вижу, там, тупость, но это, блин, всё ещё классно. Вот, у меня такая история. У меня, типа, зал, в который я хожу заниматься спортом, там есть кардио-кинотеатр. То есть там такая комната, ну, не очень большая, но... И там вот эти кардио-тренажёры, эллипс, велосипеды, вот всякая такая дорожка, всякая такая фигня. И там фильмы стоят. Точнее, стоит проектор, и с харда крутятся фильмы. Там, причём, ну, в основном прикольные фильмы. Там и Джон Уик какой-нибудь там. О, боже. Он крутой. Знаешь, я просто смотрю, очень крутого мужика. Ну, вот. И я, ну, я такой прихожу там, покручу после тренировки, покручу эллипс. И я так получил, что я в несколько приходов как раз попадал в тот момент, когда этот фильм шёл в каком-то месте. Я почти весь фильм так посмотрел. И я такой смотрю, и я такой, вот бред, но это так круто! Как они это вообще придумали! Просто он едет, значит, такой на этот, от подводной лодки по льду. Она в него стреляет ракетами. Ракеты летят за ним. Он такой подпрыгивает на льдине. Ракета прилетает мимо. Он возвращается. Едет обратно на эту лодку. Там он ракету толкнул одну, которую вот так вот. Так там ещё был момент, что он возвращается обратно к подводной лодке, которая уже торчит изо льда. Тут такая льдина. Он такой на эту льду заезжает. Взлетает. Ракета летит за ним. Попадает в подводную лодку. Идёт взрыв. Он пока летит. Короче, его тачку взрывной волной бросает. Тачка вот так крутится. Он в тот момент, когда тачка водительским дверью находится к земле, открывает дверь, выпрыгивает из тачки. И остальные типы приезжают, а так и своими машинами его взрывной волны закрывают. И я такой... Я вот эту часть как раз не смотрел, по-моему. И я такой, типа, ёбаный... Ну, ты знаешь, это такой бред. Это, знаешь... Тут надо, знаешь, как будто бы выключить мозги и просто смотри, какой... Это прям вот реально аттракцион. Ты смотришь на аттракцион. И, то есть, это странно. Типа, знаешь, я вот именно... Я запомнил вот эти действия, и у меня, знаешь, внутри такой, думаю, это ж надо было придумать. Ну, сколько бы не говорили... Я на эллипсе тоже смотрю, но я просто айпад ставлю вот так вот перед собой и смотрю, чтобы полностью фильмы смотреть. Насчёт форсажа. Мы тоже с Сануаром беседовали по этому поводу. И там интересная идея. На самом деле, его недооценивают. В контексте сценария, конечно, жуть страшная. Ну, то есть... Ну, да, да, да. Там всё клишированное пиздец. Но при этом оно всё ещё... Оно всё ещё работает, в отличие от Кахи. Опять же, оно всё ещё строится. Как... Да, клише, но оно всё ещё строится по каким-то лекалам. Оно всё ещё существует. Да, простое. Да, и так далее. Но оно всё ещё может существовать. Там тупость может быть, но оно всё ещё сценарно. Оно просто собрано по классической вот этой трёхактной структуре. Нет, это нормально. Это всё нормально. Но он там упрощён. Всё... Окей, да. Но оно работает. Но я про другое хотел сказать. В контексте «Форсажа» то, что очень многое остаётся за кадром. Я как-то... Тоже... Ануар... Именно мы на этой мысль сошлись. Что очень многие люди недооценивают, как... Гениально сложно это сделано. Один... Одна сцена выпрыгивания из самолёта. Там на машинах, когда они выпрыгивали. Кажется, графены и так далее, но они, блин, построили... Реально машину закрепили, реально её переворачивали и всё это снимали. Машины, где из-за парковки вылетали. Это реально физические машины, которые вылетали. Это не ссанная графика, которую можно вот так вот нафигарить, как в фильмах Марвел. Например, какой-нибудь этот... Чёрная пантера, вот эти сцены паршивейшие, где в графике он летает. Все фильмы вот с такой графикой говно поганые, потому что чтобы... Да, может быть, графика в какой-то момент красивая. Это просто сраная графика. Если она красивая, максимум уважения к графистам. Но это не так круто, когда по физике тебя разбивают гору тачек. И это, во-первых, создать сложно, если там целая музыкальная композиция из... Вот машины здесь взрываются, тут едет машина. И чтобы это ещё монтаж сделать, а иногда в одну сцену это снимают, чтобы ещё кручить... Это технологически очень сложный процесс. Это очень сложное кино. И несмотря на то, что простая такая, казалось бы, сюжетная составляющая, ещё что-то, за этим просто гора труда и невероятных усилий. Вот. Я хотел оправдать немного форсаж. Да. Но мы ушли в западное кино. Где отечественное? Вот где... Мне очень понравилось «Лето». Просто я люблю музыкальные фильмы, я очень много их смотрел, которые там и художественные, и прям по документалке. Моя мама в молодости была супер большой фанаткой группы кино. Я думал, ну и я тоже, когда вырос маленький, она меня включала, я слушал и так далее. И вот я посмотрел «Лето». Ну, классно, мне кажется. У нас такого пока ещё не делали. Ну, в таком виде, мне кажется. Мне не очень понравилось, но я вижу для себя, что он там даёт настроение, он не злое какое-то кино. И там напрямую, в отличие от всяких других фильмов, они говорят, ребята, это выдумка. Ну да, да. Мы придумали. Нет, вот... Цой так жил. Это вот реально, вот это его слеза, вот это она здесь. Они напрямую тебе говорят, в кадре прям это выдумано. Ну, я думаю, что это классно работает. А те, кто вообще ничего не знает про Цоя, например, если это молодые какие-то ребята, если они этот фильм посмотрят, может быть, какая-то часть из них там купит пластинку. Главное, не смотрите фильм «Цой». Даже если он есть на Иве, который я продвигаю в этом подкасте, здесь промо занимает. Ни за что, даже палкой не тыкайте в фильм «Цой». Вы пожалеете. Вы пожалеете. Это отвратительный кино. Я, кстати, не смотрел. Всё плохо? Я не понимаю, как это «Учитель» снял. «Учитель» вроде не самый плохой, а ужасное кино. Уже вообще непонятно для чего, зачем, кто это снял, и какие-то обрыганы, какие-то... Ужасное кино. Вот ужасное. Я вот очень много слышу от ребят, из моих друзей, из круга общения, хорошее в последнее время про сериалы про наши отечественные. Я ни один не смотрел. Я слышал, знаешь, типа говорят, вот странно, но я типа залип, я досмотрел весь... Как он? Последний министр, да? Последний министр я не смотрел, я смотрел... Эпидемию? Вот её смотрел, сейчас скажу, но про Политоту, домашний арест первой серии. Да, вот про него тоже слышал. Он зашёл, интересно, но я первые две серии смотрел. Эпидемия мне не понравилась. Вообще? Я, причём, я не помню, с продюсером говорил, с режиссёром, с продюсером, наверное, этого фильма, я ему сказал, что мне не понравилось, и вот эта вот первая сцена, когда начался вот этот постапоказм, мне всё безумно нравилось, всё классно, блин, наши! Наш постапоказм! Россия! Да! Я мечтал, чтобы такое кино сняли, и тут пандемия, и вот, и всё прям, просто как по нотам, филигра, просто надо похлопать, классные, молодцы, таланты, и показывают сцену, когда приезжают грабить дом, приезжают люди в омбудировании, жуткое, Call of Duty, последний Warzone, максимальный донат и экипировка, всё закуплено, то есть там не просто голден, там этот, бриллиантовый пауз, legendary, legendary, там этот, реально вот, максимум суммы, все суммы, всё потрачено, там ребята в таком омбудировании приезжают, на таких машинах, с таким оружием, думаешь, ну вот, просто это Немезис из Resident Evil приехал, и они такие, начался апокалипсис, они такие, бля, грабь, тащи плазму, какую плазму, типа вы приедете, вы с автоматами, вы просто не, постапокалипсис, не знаю, что будет дальше, с электрич, давай тащить плазму, бля, я не смог, я такой, да какую плазму, да ты себя слушаешь, ну типа, в моём представлении, я наученный там, американскими боевиками, про постапокалипсис, российскими там, книжками, ну ты поедешь, в какой-нибудь полицейский участок, чтобы добыть ещё больше оружия, заедешь в какой-нибудь магазин, продукты долгого хранения возьмёшь, нахер, золото, не деньги будешь допустить, даже хотя бы деньги, ну ладно, золото, там с женщины снять, ещё что-то, в доме найти бриллианты, богатство, что ты можешь обменять, просто плазму, это просто, ну то есть, это настолько меня выморозило, я бы... Погоди, погоди, плазму, смотри, ну ладно, допустим, а если остаётся электричество, ну каким-то образом, генераторы, вся хуйня, PlayStation-то можно поебашить будет? Безусловно, но просто... У тебя просто такое обмундирование, там коллиматорные прицелы, там всё просто напихано, лазерные указатели, всё... В таком обмундировании можно хоть, я не знаю, сейчас примут, сейчас нас примут, поэтому мягче скажу, белый дом захватить! Вот. В каком-нибудь, маленькое африканское государство захватить. В США белый дом захватить можно. И как бы... Вы приехали за сценной плазмой в какой-то посёлок, да, посёлок богатый, но плазма... Ну типа... И что, это дальше не стал смотреть? Я начал, и потом была сцена ещё в... заправка была. Да. Там была сцена в заправке... Когда там у неё банки были, Когда они что-то пришли, значит, сидят, кушают, сидят несколько героев, мужиков, за которых мы болеем, и один, который на заправке, это главное, он сидит, что-то... А давай эту жену трахну! И ты такой... Против тебя, ну у меня по воспоминаниям так, сидит там три или два человека, два мужика здоровых, что ты им сделаешь? Ты какой-то... Ты мужик просто, что ты им сделаешь? Зачем этот конфликт из жопы? Ну просто вот, я сейчас свою жену... Можно за жопу её потрогать? Это мне напомнило сюжет из Мортал Комбата, когда ты одиннадцатый проходишь, и там, типа, сабзи... Нет, Лю Кенг и этот, Джонни Кейдж, они там, мы в команде вместе идут, Джонни Кейдж Лю Кенга толкает, Лю Кенг, ты чё? Джонни Кейдж такой, это ты чё? Нет, это ты чё? Там Сони подбегает, ребята, не надо! Они пиздятся, потом Лю Кенг побеждает, он такой, Сони, ты что ли против того, чтобы я его бил? Давай драться! Ты такой, да какие... Откуда эти конфликты? Типа, блядь, Рейден Брендарь, я бог грома, давайте подерёмся, я за вас, но ты чё Соню трогаешь? Ты такой, да ты пиздарь. Ну то есть, вот такие сценарные ходы, ну это же жопа полная. Для Мортал Комбата, возможно, ещё ох, хотя даже в Мортал Комбате смотрелось, типа, что за шиза? Но в отечественном сериале я бросил, я не смог это смотреть. Сериалы отечественные тяжело, во многом какие-то вот такие детали цепляют, ты такой... Ну а так про кино ты хотел рассказать. Вот, казахское кино. Из Казахстана, вот я опять же сейчас пост опубликался, не успел опубликовать его в других местах. По-моему, фильм, хотя без разницы, короче, но тем не менее, ладно, я буду призывать смотреть наиве, но вы поняли, смотрите, фильм называется «Чёрный-чёрный человек». если хотите посмотреть отечественную... Я всё ещё назову отечественную Казахстан отечественную версию фильма «Драйв». То есть это арт-хаус, это чернуха, но это отечественная версия фильма «Драйв». Я буду... А в чём именно? Что он в куртке со Скорпионом там ходит? Нет-нет-нет, вот атмосферно... Во-первых, кстати, насчёт Казахстана, у них синтепоп есть замечательный, что удивительно. Вот мне очень нравится композиция, есть такой автор Малдоназар, по-моему. Я вообще без прав. Можешь загуглить, чтобы вдруг сейчас будет кат, если я ошибусь. Да, нормально. Не-не, я просто хочу правильно сказать, потому что не люблю, когда... Этот Женя Бубкомидиан, хороший блогер, смотрю... Батиков. Галамжан Малдоназар. Да. Значит, всё я правильно скажу. Музыка, среди музыкальной группы Малдоназар. Мне очень нравится композиция, вы можете потом посмотреть Озин Ганав с клипом, если очень хороший клип. Я как-то начал такие тоже мелодии слушать, его слушать. И этот фильм тоже использует синтепоп, моментами это напоминает мне драйв, персонаж, который не особо многословен, тоже драйв. И настроение драйва с примесью груза 200, балабанного, настоящего детектива, сериала, и плюс, что ещё, что ещё, Майора Быкова. То есть, это очень странное кино, артхаус и так далее, жуть, в одного надо смотреть, но мне понравился. Уже продано, классный набор. Этого фильма, к сожалению, который я порекомендую, нет наиви, но я рекомендую его посмотреть как-нибудь. Он называется «Человек из Подольска». Мне понравилась эта комедия абсурда. Вот она вдохновила меня, дала сил, когда я монтировал обзор на Каху, потому что это отечественная комедия, хоть и абсурда, но она смешная, остроумная. Да, это невеликий шедевр, который вечно будет в памяти, но это остроумная, неплохая комедия, которую я советую посмотреть многим людям. Евгения Шелякина посоветую посмотреть, называется фильм. Я ЧБ посоветую в первую очередь, но у него также есть «Пятницу с собой», я рекомендовать не буду. Но это, мне кажется, он слабее ЧБ «Пятница», но тем не менее у него есть хороший, вот недавно вышел «Хэппи-энд». Посмотрите, тоже очень хороший, позитивный, добрый фильм. Короче, в России снимают хорошие фильмы. Просто про них никто ничего не знает. Как и Шамиров снимал, но на них не ходят, их не продвигают вот так, как есть исключение, квартеты, которые, опять же, смогли за счет аудитории театральной смогли продвинуть свое кино, которое, казалось бы, говорит о каких-то шутке пошлой, еще что-то есть, но все равно подача вот такая и за счет аудитории не смогли сделать свой бренд. Слава богу, есть такая у нас, штука. Я последнее, что у них смотрел фильм, это постановка, фильм, рассказы называется. Прямо советовать всем не буду, но если вы любите квартеты, тоже можно посмотреть. Это не фильм, это они на сцене выступают, мне просто, чем это мне понравилось, прям вот безумно чем понравилось, тем, что я квартеты начал смотреть, когда у них вышел день радио, выступление, именно выступление было на видео, до дня выборов, на дисках, первое, мое знакомство с квартетом, это день радио, именно постановка, когда там другие немножко актеры играли других персонажей, ну то есть квартеты, квартеты, ну а по-моему там Полицемака был одним из диджеев в отличие от фильма, например. Ну короче, немного отличается, это тоже, я начинал с этого и сейчас вышли рассказы, я их посмотрел, мне тоже это понравилось, потому что это тоже постановка, ну и конечно бюджеты у пацанов возросли, там просто, аля там на ВХС-камеру съемка выступления, а здесь там у них сцена, там мое почтение, музыка, B2, вот это все. А где ты, где искать такие фильмы? Ну вот, то есть ты как бы у тебя... Вот это самое сложное, потому что на «Человек из Подольска» абсолютно случайно нарвался, случайно. Я сейчас опять же, очередной раз прорекламирую, стараюсь делать топы для Иви, но в целом фильмы очень тяжело найти, то есть просто случайно попадать. Я постоянно смотрю, что выходило в России нового. Кстати, в этом плане, я не буду говорить там за один год, в этом в целом помогают онлайн-генотеатры, потому что у многих есть эксклюзивные фильмы, которые зачастую не появляются где-то еще, там даже на запрещенных торрент-трекерах, они не появляются. Они нигде не появляются, и, возможно, кстати, это даже плохо, что на торрентах не торрентят их. Они выходят на каких-то как раз онлайн-площадках, и про них я узнаю, как раз просматривая, что там нового вышло, что там нового в онлайн-площадке по подписке. И смотришь, и вот у них вышло. Почему-то некоторые фильмы не пиратят, типа отечественное говно очередное, и не пиратят. Но, тем не менее, многие выходят, вот мне, я случайно абсолютно нарвался на человека из Подольска. Что еще посоветовать? Мне понравился, понравился фильм «Огонь» «Нужного». Режиссер, есть, он снял «Я худею», комедию, наверное, слышали. Да, это я слышал. Вот, он снял «Огонь», говорят, что это, говорят, что это повтор как-то там храброе, не храброе сердце, а похоже. Я не знаю, мне тяжело, я не буду сейчас говорить, что это великий шедевр, потому что я не смотрел американскую версию. Обычно, вот как с обзорами бывает, мне иногда фильмы действительно прям нравится, я смотрю, а потом узнаю подноготную или там посмотрю чей-то обзор и начинаю начать смотреть, как у многих было с движением вверх. Такое и со мной случается. То есть, я, например, смотрел «28 панфилосов» в кинотеатре, мне понравился фильм, как, там, я не знаю, экранизация, есть вот, как это называется, люди, которые собираются и разыграют битвы. Реконструктор. Реконструктор, да. То есть, там не очень, там не велик сюжет, да, но там на тот момент не расстреливали никого, каждые пять минут бухча не было, как бы они реконструкцию боя сделали, и это неплохо. А технологический вообще крышеснос, вот эта тема с танками, классная. Но потом я посмотрел обзор «Красного цинника», и я увидел многие вещи, которые не заметил в кинотеатре. То есть, там тоненькой такой линии они есть, а после обзора я посмотрел на всякий случай интервью с режиссером. Эта тоненькая линия просто вот так вот полотно это порвала, и я теперь хуже отношусь гораздо к, например, тому же фильму «28 панфилосов». Это я к чему? Фильм «Огонь», я не знаю, опять же, что там с... С подноготной. Да. И как фильм мне, я посмотрел с удовольствием, технически, охерительно, наши, опять же, технически научились уже давно, тот же «Воротарь галактики». Актеры люблю, обожаю, там Хабеныч. Хабеныч. Хабеныч, вот он где-то у вас висит здесь. Это большой секрет. А, это небольшой секрет. Вот, потом, там чувак, который постоянно играет к очков. А, ну это вот этот. Чувак, который мне очень понравился, но я не знаю, как его зовут, я первый раз его видел, и Янковский, который мне никогда не нравится, но он понравился мне, как играл в тексте, и здесь он, в общем-то, не бесит. Короче, советую посмотреть. А текст тебе понравился? Нет. Всем он нравится, я читал книгу, книга мне зашла, а вот фильм нет, потому что, во-первых, там мне понравился только, как Янковский играл, потому что мне не нравится нигде Янковский, а там он мне понравился. И роль прям его, видимо. Но вот эти истерики, когда он с Петровым, Петровым, а почему? Да я люблю тебя, да ты не любишь меня. Вот это, типа, я такой, я не могу это смотреть. Я понимаю, что это способ режиссера был донести, ну вот он таким образом хотел донести, но у меня это не сработало, мне не понравилась и съемка, и я понимаю, что довольно тяжело, наверное, экранизировать текст, потому что текст основан на смсках, ведь вся книга это смски просто, и мысли героя. Я понимаю, что тяжело перенести на экран, интересно, но судя по сборам, по крайней мере, так у него удалось перенести. И что-то я еще... А! Я в очередной раз посоветую миллион раз посмотреть всем фильм «Жажда», фильм старый и «Ноу Коммент». Ну, наверное, «Жажда» в первую очередь. Вот «Жажда» мне очень нравится. Насколько старый? этого... Рыхлое тело мое говорит, типа, «А-а-а, качки саны! Пейте пиво по утрам, твари, будьте мужиками!» Вот этот? «Жажда», да, замечать. А, здесь же еще Ловыгин играет, который... Вот Курцин, он обычно Качков играет. Это Качков играет, да? Да, здесь он... У него роль... Ну, то есть он здоровый. Он здоровый, но он не играет бицепсами, типа. И Ловыгин играет зачастую алкашей. Он играл в Горько, насколько я помню, я не ошибаюсь, надеюсь. И в... «Чё не поем?» Как фильм назывался? «Самый лучший день». «Чё не поем?» Но вот этот фильм классный. Прям посмотрите, этот все еще чуть-чуть немного артхаус, но все еще классный. И «Ноу Коммент» тоже. Посмотрите, про войну в Чечне тоже неплохой. На него, кстати, я вообще случайно нарвался. «Ноу Комментс» или «Ноу Коммент» тоже это какой-то полуартхаус. Спасибо. Не полуартхаус, ладно. Он не полуартхаус. Но спасибо Минкульту Российской Федерации, что проспонсировали этот фильм. Редкий случай, когда нам можно поблагодарить за спонсирование этого фильма. Это хороший фильм. Очень приятно было тебя услышать. Взаимный Минкульт. В общем, что, мы что-то еще будем обсуждать или будем разворачиваться? Вот так вот можно. Ну да. Короче, у нас тут есть одна тема, наверное, которую мы... Ну ты сам ее пока только касался. Да, ты ее так в проброску касался. И типа, ну надо будет спросить, а то будут с нас спрашивать. Педофилия, я понял. Да. Как тебе? Ваше отношение. И Джимми Кар. Короче, типа, смотри, когда ты у Дудя был, помнишь, он тебе там про Катю начал вопросы задавать. Ты тогда типа сливался, ну грубо говоря сливался. Тогда была одна проблема. Я перед тем, как идти на интервью с Дудем, естественно, посмотрел лекции Дудя. Лекции. Ну чтобы понимать, кто с тобой говорит. Ну по журналистике у него есть. Чтобы понимать... В смысле лекции? У него есть лекции. По журналистике очень много он дает, да. Я посмотрел его лекции, чтобы понимать, кто будет вопрошать. А ты не смотрел его выпуски до этого, что ли, или что? Нет. Ты не поймешь. То есть ты не поймешь, что за человек перед тобой. Ну по выпуску, чувак, который задает вопросы. Ну то есть он... Нет, а не будет это работать так. Ты не поймешь, да? Я хотел логику понять, к кому я иду. Построение вопроса, построение беседы, да? Опять же, то есть по интервью ты понимаешь, во-первых, надо знать полностью человека, там еще что-то, еще что-то. И вот он задает вопрос, я не особо понимаю, вот там какой-нибудь рэпер сидит. И он спрашивает у него, я не понимаю для рэпера, там этот вопрос что-то значит или нет. А возможно там какая-то тонкость. Вот. Я посмотрел его лекции, чтобы понимать, что там как. И в одной из лекций он сказал, если к вам подошел человек перед интервью и попросил какую-то тему не разглашать, вы договорились с ним, пожали руки и так далее, ни в коем случае не начинайте эту тему, это пример плохой журналистики или что-то такое, я не буду вырывать, я не помню, как цитата звучит, но что-то такое. Я к нему перед интервью подхожу, говорю, я не очень хочу поднимать эту тему, хоть понешь вот это. Ну нет, я шучу, но я просто сказал, что я не хочу касаться этой темы. Вот. И он такой, да, конечно же. И, короче, сначала было Троя и потом Дудь как бы. Вот следующий уровень с конем, когда в коня пробрались люди, победили в Троянской войне, и Дудь там сидел где-то. И где-то около хвоста сидел. и что там. Вот. И это вот где-то на том уровне топ-аниме-предательство. Топ-10, да. Да. И я такой, когда он начинает это на интервью, я такой, Юра! Ты такой, знаешь, такой... Нет, но я понимаю, я с детства, из того, что я был жирным, я привык к импровизации, потому что я, как любой малолетний скот, выживал за счет унижения других. А так как меня унижали, мне приходилось импровизировать и унижать кого-то в ответ. Вот что тебе, раппетлы нравились, да? Ну, в том числе, интересные из-за этого. То есть, так работает. Я что-то там сумел симпровизировать, что я там ухожу или еще что-то, но в целом, да, вот такая ситуация. Понятно. А сейчас, ну, типа, сейчас уже так более просачиваешься. Ну, как просачиваешься, Катя постил фотки. Ну, Катя постил фотки, но, типа, ты не так активно свою жизнь, я так понимаю, в социальных сетях ведешь. То есть, в Инстаграм, если тебя посмотреть, ты не часто туда что-то постишь. Я только анонс обзоров. Анонс, да. Ну, и твоя жизнь в социальных сетях, она больше связана с твоей профессиональной деятельностью, может быть. Нет, я вот люблю общаться, опять же. Раньше чаще в ВК общался, чтобы зрители видели, что я поддерживаю с ними контакт. Но на Ютьюбе, к сожалению, все это настолько обезличено. Я не знаю людей, которым я пишу. А фотки нельзя посмотреть. Ну, то есть, по Аватару, там так много, ну, то есть, там 100 тысяч комментариев. Даже топовых ты не можешь запомнить. Там есть на Ютьюбе замечательная штука, самые активные пользователи. По-моему, была раньше, сейчас не знаю. Надо, видимо, отправлять им ссылку на телегу, чтобы там общаться. Но тяжело очень. Человека определить там. В телеге ВК гораздо проще. В телеге ты видишь там по Аватаркам, по имени человека, и ты знаешь, что он постоянно общается с тобой. Ты знаешь, какие-то темы есть общие там, и ты с ним перекидываешься, и с кем-то еще пытаешься наладить диалог. Также в ВК ты знаешь каких-то активных пользователей. Вот ты их видишь, вот ты вкидываешь что-то им. Или просто вкидываешь, там люди реагируют, ты кого-то запомнил, потом где-то... А с Ютьюбом в этом плане сложнее. И вот я только с такой стороны. Ну я понял, да. То есть ты как бы ты свою личную жизнь... Я не только отношаю, ну блин, знаешь, какие-то вот эти будничные моменты, какие-то истории. Не, ну я у Кати в роликах где-то там периодически появляюсь, а рука со стороны. Ну да, да, да. По влогах, да, типа голос там... Да, ногу в кадр засовываю, что самое люблю там просто... А на тот момент ты не хотел отвечать... Извини, в контексте Панина вот это бы звучало страшно, но... Нельзя было шутку без Панина, подкаст навеки, развините. Одна нога здесь, другая там. Тогда у Дудя, типа, ты не хотел... Ну типа не хотел... А тогда мало информации было в целом, и я не хотел отдавать золото этой информации Дудю. А. Мы с Дудем даже не общались, не знали друг друга, как бы это относительно, то есть... Не для тебя я свою розочку растил, Юра, но ты ее сорвал, тварь. А что, мне вот получается... А ты где-то, я не знаю, рассказывал-то об этом? Вообще как так получилось-то? Если есть маза, расскажи. Мы снимали обзор, он называл... Невский, я говорю, Невский, он объединяет сердца. Вот это вот. С золотой веревочкой. Да, и Александр, спасибо вам за мою судьбу. Ну, кстати, безусловно, тут без шуток так и есть, потому что во многом я построил там свой блог, там, ролики и в целом вашим примером. Карьеру. Да, вы сделали фильм, я сделал на него обзор. Фильм не посмотрели, мой обзор посмотрели. Ваш фильм только в Голливуде смотрели, у нас нет, но... Арни, Арни там посмотрел сразу. Да, Арни посмотрел. Сказал, классный фильм. Вот, поэтому... Ладно, без шуток. Жару вот этого первую смотрели, по телеку постоянно крутили. Это ваши рассказы, я их поддерживаю, Александр. Лайкните, блядь, меня. Вот, потому что я не разделил на любовь с ним. Вот, и снимали обзор, и там нужно было камео, девушку, и вот Катя, собственно, сыграла в камео. Ну, я бы на том месте призадумался, Максим. В последнем ролике камео был «Ты пушной». О, хорош. Что будет дальше, вопрос. Фрисов. Вопрос, что было дальше, да? Вот. И с тех пор, в общем, начали общаться, а там свидание... Прикольно, прикольно. Ну, и там как-то в какой-то момент совпало, что... Там не было каких-то активных прям... Я позвал просто покушать в честь того, что сняли обзор. Спасибо, поблагодарить хоть едой. Хотя бы... Ну, пожалуйста. Хотя бы салатик. Много не заказывай, дорого. Вот это вот. А потом в какой-то момент мы сходили еще куда-то на фильм какой-то, посмотрели, и пересеклись уже в Америке, потому что я был у своей... Предыдущей девушки Ануара. Жил с ней. С ним. Вот. И там как бы Катя приехала, и получилось так, так что вот мы с тех пор Ануара просто друзья. Прикольно. Вот. Классно. Я на самом деле очень рад за вас. Очень-очень приятно. Когда проскочила вот эта информация на интервью у Дудя, я такой, типа, правда так? Так я думаю, ну, блин, это было бы прикольно, если это правда. Оказалось-то, жизнь такая же, да, оказалась. Юра знал, Юра достал карту из рукава. Слушай, давай на этой милой ноте, наверное, закончим наш сегодняшний подкаст. Самый любимый теперь... Восьмичасовой, сколько? Девять часов. Сколько? Это самое... Мы побили рекорд по, во-первых, по перерывам, потому что мне пришлось целых два раза ходить в туалет. Вроде три, если считать первый. Но это не был перерыв. Ну там, подожди, нет, ну технически мой разминочный подкаст начался. Мы там начали беседовать. То, что да. Потом разминочный туалет. Я просто представляю, что типа, ну мы можем там через год позвать Женька еще раз, и у нас еще один. Мы, как этот, Уджи Рогана. Ты будешь наш Кевин Смит? Уджи Рогана. Были с Кевином Смитом, да, эти подкасты, каждый там длиннее, последний там на пять, что ли, часов был. А реально у них пять часов прям последний? Да, был пять часов, и то ли почти, то ли пять часов был подкаст. Так, а у нас всего четыре часа. Еще час, ребята! Вот. В общем, Женя, очень круто, увидите. Я прям все переживал, что мы с тобой какую-то, может быть, тач потеряли, но все-таки этот тач не есть. Мы продолжаем. Хотели попрощаться, но мы вот с Сергеем тоже, к сожалению, меньше общаемся, но тоже, когда вот общаемся, вспоминаем добрым словом. Да, да. Потому что как-то вот... Да, просто есть история, которая уходит корнями в прошлое, в то прошлое, в такое, знаешь, вот оно такое было... На фоне акутической гитары такая перебором называется. разрушенной нынче прошлой, потому что то здание, где снимали все это, уже снесено. Да, но тем не менее... Я недавно ездил туда на интервью. Там сейчас жилой комплекс строят. Я ездил, пока разрушали, я такой... Прямо во время интервью, да? Вы бьете, вы бьете в историю. Да. Ведь там была столовка. Воу, короче, если что, я думаю... Ну, мы закинем все ссылки на Женька в описании. Телеграм-канал. Да, телеграм-канал, кстати, да. Пушим телеграм-канал, залетайте к Женьку в телеграм-канал. Смотрите вот обзор, если вдруг не видели, на непосредственно Каха. И следующий обзор у тебя, скорее всего, где-то неделю через 4 уйдет, да? Это ты как-то слишком... Быстро, да? Слишком позитивно. Ладно, окей. Вот это тоже реализм пошел. Не будем делать никаких ставок. И заметь! Да. Мы не делаем ставок. Ставки на другом канале с другими людьми. Да. С пониженными коэффициентами. И социальной ответственностью. Ладно, всем большое спасибо за просмотр. Это был подкат. С вами был Максим Галополосов. Кирилл Степанов. И Евгений, и наш бэткомедиан Бажин. Спасибо за просмотр. До свидания. Пока. Подкаст.